всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое вот необычное может быть даже видео кому-то покажется очень важно очень интересное но откроет много много глубинных тайн божьих ролик называется кратко карта схемы апокалипсиса более длинное название книга откровения в иллюстрациях и кратких тезисах да все 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 будем рассматривать последовательно параллельно с как я всем говорю с высоты орлиного полета я верю что после этого видео многие из вас не останутся прежними и узнают то чего они никогда возможно и не слышали я в течение двух месяцев в связи с теми обстоятельств которым мы все с вами живем в преддверии последнего времени я сейчас очень много погружаюсь в эту тему естественно изучая все то считаешь когда когда-то для вас записала всю библию с комментариями то же самое сейчас делаю с книги откровения с книги даниила с апокалиптической речи иисуса то есть со всеми местами которые касаются до темы последнего времени апокалипсиса как угодно все это называют концом света обычно так грешники говорят святые люди знают что никакого конца света не будет будет лишь новый новый очередной мир где уже господь будет со своими святыми и с разными народами тысячу лет на земле снова до второй шанс человечеству проповедовать истину во плоти естественно есть страничка на моем сайте христолюб.ру по-английски или христолюб.рф по по-русски сегодня на своем 13 декабря 2002 года на этой страничке ничего я особо не писал не делал здесь вы просто найдете эту же карту по которую я буду сегодня вас вести в этот чудный мир в кавычках чудно конечно книги откровения апокалипсиса потому что описан то в основном одни ужасы и здесь сама картинка немножко сжатая но внизу есть ссылка так называется открыть файл в максимальном качестве кликнув по ней вам откроется облако где у меня хранятся все файлы оттуда вы сможете сохранить в хорошем качестве и рассматривать даже на телефоне можно максимально приближать и все вам будет видно вот такой вид она имеет называется на откровение или апокалипсис разделена она но на четыре основных группы с 1 по 5 главу с 6 по 18 с 19 по 20 и с 21 по 22 всего в книге откровения 22 главы когда-то человеками поделенными можно было бы сделать более узкое деление оставить конечно с первую по пятую вечной истины все остается с 6 по 8 по 18 такое основное тело тело откровения оставить целиком но вот то что я в одну совместил можно было бы конечно и поделить это 19 глава прямо описывает на второе пришествие иисуса христа уже после всех этих событий 20 глава всего лишь одна глава причем очень коротенькая очень маленькая описывает нам тысячелетнее царство иисуса христа на земле своими учениками 21 глава описывает нам творение богом после страшного суда и великого разделения праведников и грешников описывает нам новую землю и новое небо творимое богом для всех святых к сожалению там не очень удачно кто-то кто это делил разделил 21 до 2 главу там один абзац не туда затесался поэтому я как бы так и написал на самом деле там всего лишь один абзац бы отделить и оставить в 21 главе где описание новой земли нового неба а уже 22 глава она по сути точно такая же как с 1 по 5 особенно первая глава книги откровения то есть все все начинается тем все и заканчивается она вдохновительная она предупредительная опять где господь просто говорит вот все что теперь познали мы сегодня точно также закончим роликами что все что вы узнали это все хорошо главное будьте святы все у вас будет хорошо да то есть опять она держи что имеешь вот гряду до блажен кто соблюдает заповеди майда так что по идее бы ее конечно отделить но так как там ладно шабзац неудачно такая неудачные и так поделили эти последние стихи так назовем книги откровения поэтому я вот здесь так собрал может быть у меня со временем все меняется это в общем-то существующий вариант карты схем как увидит вот на сегодня я всегда все люблю шлифовать доводить до совершенства поэтому она может быть немножко что-то будет меняться я буду что-то чуть переделывать ну конечно же основной вот такой вид какой вы видите она будет иметь до конца времен да потому что все здесь изображено точно так же как поведано нам в книге откровения есть мелкие добавления из книги даниила который решил сюда просто по возможности присовокупить чтобы они тоже были видны сразу по этой по этой карте я вот лично могу спокойно пересказать книгу откровения чем я сегодня для вас и займусь без обращения вообще к тексту книги откровения я вам сегодня это продемонстрирую конечно же это будет очень кратко цель этого видео просто показать вот это как я всегда выражаюсь с высоты орлиного полета хочу чтобы вместе со мной воспарили на те же высоты на какие воспарил я и все это увидели 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 картину с высока в общем объеме что такое книга откровения несмотря на то что и очень часто называют книга последних временах как видите первые пять глав это по сути хотите все говорит евангелие это краткое евангелие если провести аналогию книги откровения с евангелие то если книга что если евангелие это у нас 90 там ну 5 глава 22 4 часть но хорошо 25 допустим образно скажем 10 часть евангелие это об истине любви свободе вечной жизни и там 90 процентов до а 10 процентов евангелие есть и последних временах то книга откровения наоборот у нас 10 процентов а евангелие 11 процентов о последних временах по плоти да нам описано события точно как и в евангелии именно по плоти там описаны конкретные поступки все евангелие можно как иисус говорил в одно слово совместить поступать другим так как ты хочешь что поступали с тобой не делай никогда ничему ничего тому к кому-нибудь что не хочет чтоб делали тебе вот все евангелие в этом весь закон и пророки и сущность блага бытия счастливой жизни любого человека и всего живого на земле но при этом нам же много чего описано здесь тоже самое да поэтому очень важно понимать что первые пять глав они так скажем за скобки выносятся они вне времени так а поэтому я и назвал этот этот столбик это вечной истины вот мы сейчас все по порядку начнем рассматривать вот 6 18 с 6 по 18 главу это период реальный период описанных реальных семи земных лет это и есть последние времена но что дальше описано еще последние времена оказывается что после этих последних времен семи лет апокалипсиса тех ужасов которые люди собственными руками на земле начнут вытворять оказывается этим все не закончится если люди мира грешники считают что наступит конец света очень часто такое где-то мы слышим в проповедях вообще такое понятие есть я сам до покаяния может где-то об этом размышлял задумался слушал всякие передачи и да где-то счета то естественно раз познав истину я понимаю что никакого конца света не будет будет лишь конец определенные школы божьей школы жизни человечества да и начнется новая школа новый класс этой школы точнее меня есть подобный ролик на эту тему о пяти классах школы божьей школы жизни человечества познание истины познание бога любви свободы и вечности и начнется который нам описаны Тысячелетнее царство Опять же, я вам сейчас говорю Что с шестую по восемнадцатую По сути, все-таки с шестую по девятнадцатую Может быть, я вот Говорю, что когда, конечно же, после записи этого ролика Кто-то будет его смотреть через какие-то года Но, во-первых, я, возможно, буду через некоторое время Это видео обновлять То есть, если я буду так не то, что кардинально Но все-таки За 2-3 месяца, может, полгода Будут набираться какие-то изменения Я буду обновлять это видео Вот по карте схеме апокалипсиса Если я угляжу что-то лучше, увижу То, возможно, я напишу, что здесь с шестую по девятнадцатую У нас идет семилетка Потому что второе пришествие с Христа Мы будем с вами, действительно, естественно Этот столбик отдельно разбирать Все события, которые там описаны Жатва, брачный пир, свадьба Невесты и жениха Христа Второе пришествие Все грешники там Умирают Пир этих стервятников Божьих ангелов Которые будут питаться трупами Это все события Дьявол будет связываться Лжепророка И зверь царства Будет сброшено В гиенну огненную Это все события Ну, грубо говоря, если так выразиться Одного дня Поэтому, возможно, я вот тут тоже немножко переделаю Там разделительные линии, конечно, я, может быть, оставлю Вот тут девятнадцатую Но все-таки отделю девятнадцатую от двадцатой главы И все-таки, чтобы вот так правильно было показывать Потому что я уча-учусь тоже Знаете, сколько я буду шлифовать Прежде чем вам там запишу видео Это уже, в принципе, второе видео Кто знает, я уже в предыдущем ролике О параллельном и последовательном чтении Книге Откровения Сказал, что я и до этого ролик пускал Там я только начинал Только сделал первые наброски этой карты Тоже записал видео Для моего канала она набрала даже достаточно новых просмотров Там больше тысяч просмотров За месяц там набрало Для моих каналов это даже удивительно много И сейчас я, получается, просто делаю вторую версию Уже карта, конечно, насколько, конечно, превосходит ту И здесь мы у нас уже больше все это увидим С точными моментами и так далее То, конечно, я говорю, как я сейчас и пытаюсь донести Что я буду все равно дорабатывать, шлифовать Эта самозапись вот эта Я не делаю черновой, делаю начисто Но даже после нее у меня всегда так бывает Уча-учись, что-то тоже дооткрывается, дошлифовывается Потому что одно дело сидеть самому в уме все это кропеть И в фотошопе там изображать Другое дело все по этому рассказать Конечно, можно тут самому с собой сидеть Все это говорить и потом поправлять Но это, знаете, сколько, я говорю, можно шлифовать Какая разница Ну, с годами, когда уже все дошлифуется Уже нечего там будет шлифовать В земной жизни всему есть предел, так скажем Мы живем в пространственно-временном ограниченном измерении Ну, а пока есть еще, конечно Я не говорю, что она еще прям совершенна Хотя она очень прекрасна Я когда ее докончил, так скажем, вот в этом варианте Я смотрю на нее, как Бог смотрел на творение Своей земли неба и говорил, что все хорошо весьма Вот так и я на нее смотрю И вижу, что она прекрасна Вот, и поэтому А вот, конечно, 20-я глава говорит нам о целой тысячелет Хоть и с малыми подробностями Совсем чуть-чуть нам приоткрыто Но все-таки это целая тысяча лет А потом нам вообще приоткрыта тайна того Что будет новая земля и новое небо На которых будет обитать правда Где все уже святые будут жить еще и в святой местности Где нет никакого зла, ничего такого Потому что там одни святые Но там и сама природа уже Не проклятая, как после грехопадения А сама природа совершенная Растительный, животный мир То есть благодать на благодать То есть, получается, книга не совсем о последних временах А книга о будущем Ну, о будущем с последних времен С последних времен третьего класса школы жизни Кому интересно, найдите на моем этом канале Это видео 5 классов божьей школы жизни Если не найдете, пишите в комментариях Я всегда даю прямые ссылки на те ролики, на которые ссылаюсь Просто пишите на какой минуте, о чем говорил Я сам все что переслушаю Если забуду и дам те ссылки, которые обещал Ну, мы с вами теперь приступаем Уже к более подробному следованию Отправляемся с вами в путешествие по карте книги Апокалипсис или Откровения Иоанна Иногда называют богослово, несправедливо Потому что мы не знаем, богослов ли это тот Который и Евангелие написал, и послание Я об этом всегда говорюсь Книга Откровения и библистика Кто изучал что-то из библистики Знает, что мудрые, так скажем, исследователи Которые этот вопрос изучали Однозначно в один голос говорят Что, конечно, говорить о том Что это тот же самый Иоанн Богослов Который написал Евангелие и послание свои три Никто не имеет права Потому что это все не аргументированно В книге нам сказано, что некий Иоанн Кто этот Иоанн? По стилистике речи, по постановке Вообще всей книги Вся библистика, наоборот, сходит в одно мнение Что, конечно же, это не стиль речи Евангелия От Иоанна Богослова, его послания и так далее Хотя, конечно, сама книга другого стиля и задумки Но вот так вот говорят Действительно, у нас поводов нет Кроме того, что кто-то когда-то это ляпнул И где-то это в православных, католических сектах Это уже предание бытует Что это якобы откровение на Богослов Вообще, если правильно его произносить Первая стихия книги начинается, что это откровение Иисуса Который дал ему Бог Который он через ангела передал рабу своему Иоанну Если уж дословно читать книгу откровения То вообще-то это откровение Иисуса Христа Если уж на то пошло Я на это тоже при последовательном чтении Обращаю внимание Обратите внимание, что сегодня я специально не буду даже открывать книгу откровения Вот я вам цитирую по памяти Так как я Библию знаю близко к тексту Но я специально не буду открывать, зачитывать вам большие куски Потому что я тогда не удержусь Мы никуда дальше этой карты отходить не будем Я вам покажу, насколько по этой карте Можно действительно видеть всю книгу Насколько она нам открывает и дает саму суть И в конце я постараюсь подвести итог Такой, что даже если вы больше не посмотрите ни одного моего видео До, которое я записывал после Мало ли что-то с вами случится Или там не будет возможности Или еще по какой-нибудь причине Что-то будет пропускать даже кто смотрит Но несмотря на это Этого одного ролика будет достаточно Чтобы вы, живя в последнее время Жили в мире И покоя души от того, что будет происходить И того, что у вас было понимание, что вообще происходит То есть я все равно дам краткую суть книги откровения И событий, которые там описаны Это очень важно Я обязательно это сделаю Какой бы длинный ролик этот не получился Итак, первые пять глав книги откровения Нам говорят, как я их обозвал О вечных истинах Это очень важно понимать Они вне времени У нас время начинается с шестой главы Это тоже очень важно себе зафиксировать Там начинает описываться послание Все, что написано с первой по пятую главу Да, они когда-то происходили реально Реально ангел Господень явился Иану Да, все это начал показывать Сам Иисус ему явился Да, вот Говорил с ним, общался с ним Но те истины, о которых они говорили Те видения, те образы Те восхищения Иоанна Когда он там на небесах появлялся Все это нам повествует о вечных истинах То есть ту мудрость Те смыслы, которые мы должны вынести Из первых пяти глав Это вечные истины Какие они? Давайте я приближу Этот столбик Как вы видите, качество карты Я понимаю, что это, во-первых, я записываю видео Потом еще, когда ты загружаешь на YouTube Оно пережимается внутренними программами YouTube Я не знаю, насколько у вас хорошее будет качество на видеозапись Хотя вот эти последние видео, которые я много записываю по экрану С текстами Я стараюсь даже больше не пережимать И загружать их прямо в таком вот варианте В максимальном объеме Пусть там более тяжелые видео Но зато все равно не лучше качества Но в любом случае, когда вы скачаете карту себе на телефон Она у вас будет в идеальном просто качестве Я ее сразу делал в большом разрешении Чтобы можно было, я не знаю Ее можно, наверное, на большом телевизоре открывать И она будет очень большого качества Эта карта абсолютно бесплатна На всех вы можете скачать Пользоваться в своих церквях Не знаю, где угодно Собрание их распространять Вы можете даже подтереть тут мой сайт и мой логотип Мне не жалко Иисус сказал, даром получили Я не беру за эти знания, за свои ролики, за свою информацию Ни денег, ничего Мне помогают, ты считаешь, как поддерживали Иисуса Учеников, кто по сердцу и по силе поддерживает мое служение Я благодарен Но, естественно, вся информация Вся абсолютно на ютубе, на моем сайте Все абсолютно бесплатно, доступно В свободном доступе Итак, вечные истины Я кратко пойду Так как я вам уже объявил, что ничего я абсолютно зачитывать из Откровения сегодня не буду Дословно Я вам просто передам эти мысли Вы пока вынуждены мне просто поверить Так это или не так Можете спорить со мной в комментариях Еще где-то Вы можете обратиться У меня есть уже последовательная запись Последовательного чтения с моими комментариями Книги Откровений на канале Христолюб Чтение Библии и иных писаний Поэтому, прежде чем со мной о чем-то спорить Желательно, чтобы вы посмотрели эти все мои записи Чтобы знали, о чем я думаю Как я мысляю Что я говорю В будущем я буду записывать второй раз Прочтение этой книги Но после того, как на этом канале Христолюб Ропоти, пищу в пустыне Вегана Мы с вами разберем Очень много мелких сюжетов Нюансов Мазков, стихов, образов Совокупных, наоборот Только потом, в свое время, когда оно настанет Я его пойму Я запишу еще раз прочтение книги Откровения Так что это очень важно Поэтому выводы, которые я буду делать Я сегодня никакими стихами из Откровения не буду подтверждать Нигде там даже маленькие места Нигде надо, тем более, какие-то совокупные большие эпизоды разбирать Или параллельные места из Евангелия, из Речи Иисуса В частности, апокалиптические, из книги пророка Даниила То есть, естественно, сегодня я это делать не буду Это невозможно просто Значит, надо за один день прочитать все сразу Всю книгу Откровения Всего Даниила Все Евангелие, где Иисус что-то говорил о последних временах Поэтому это тезисно Я буду говорить, вы можете сами И я вас просто буду направлять Естественно, я призываю самому погружаться в эту тему Изучать, читать Откровения Читать книгу пророка Даниила И читать апокалиптические речи Иисуса Христа Хотя бы эти места выбранные Лучше читать все Евангелие заодно Но когда вы, конечно, что-то изучаете Вы должны себе пометить, какие места Относить до данного вопроса И пытаться в них погружаться При параллельном там чтении или исследовании Или что-то такое Итак Из первой главы вы выносим Какой главный посыл? Блажен читающий Раз Слушающий Два Слова этого пророчества Ну, читающий и слушающий Давайте к одному Да, естественно, либо читает человек, либо слушает Он, конечно, может и читать и слушать, поэтому все-таки это сожмем То есть блажен читающий, познающий Познающий слова этого пророчества Читающий и слушающий И это обязательно Это первое условие моего Без этого никуда В начале слова Вы знаете прекрасно, как апостол написал Вера от слышания От слышания от слова Божия От проповедника Ну, а слово Божие от проповедника Поэтому первое, конечно же Блажен кто слышит Ну, или читает Второе Соблюдать Выкиньте все протестантские бредни Про спасение по вере И всякую чепуху Иисус прямо говорил Слушающий Заметьте, здесь сказано то же самое Что сказано в Евангелии Иисуса Всякий слушающий И не исполняющий Слова мои Подобен человеку безрассудному Построившему домство на песке А всякий слушающий Раз И исполняющий Два Подобен человеку мудрому Построившему дом свой на песке Когда навалятся Всякие стихийные бедствия Вы помните, что будет с тем домом Который построен на песке Он просто разрушится И падение Иисус сказал Будет великим Так что выкиньте эти протестантские Бредни о спасении по вере Плюс ничего Христианская жизнь человека Это узкий тернистый путь Силой которой берется Царствие Божье Силой берется И всякие понуждающие себя В святой жизни В жизни Доведение этой жизни Христианской святой До совершенства Восхищает его Это очень важно Никогда не забывайте Слова Иисуса А не слова Лже И проповедников Очень важно Здесь то же самое Читать И соблюдать Если мы просто читаем Слушаем Горе нам Бессмысленно Сами себе Собираем уголье На голову Уже достаточно Второй и третьей главы Так называемой Кто знает Семь светильников Из которых мы что узнаем Мы узнаем Как я вам сказал Краткое Евангелие А что ж Надо соблюдать Там вся суть Евангелия Которой сейчас скажу Но прежде Я хочу сказать Что в этой первой Самой главе Плавно перетекающей Во вторую Нам открыта тайна Что Иисус Есть Бог Очень часто Особенно мусульмане Под моими там видео Ну и наверное Под многими Такими подобными Видеохристиан Пишут Да где вы Да что вы Иисуса Богом называете Да Иисус не Бог Такого быть не может Вот Вы там себе Многобожники Сотоварищей Богу сделали Где написано Что Иисус Бог В Евангелии Нигде не написано Пожалуйста Из книги Откровения Иисус себя называет Как Как Я Есим Первый и последний Начало И конец Кто-то Так еще себя называл Только Бог Иисус прямо говорит Я Есим Первый и последний Начало И конец То же самое Он говорил Иудеям Я просто Есим Я Сущий Я был прежде Нежели был Авраам Это очень важно Иду туда Откуда пришел Ну и второе Конечно же Сами семьи Светильников Если вы их когда-нибудь читали Вы понимаете Что это вся суть Евангелия В чем она В правильной любви К любящим И в правильной любви К врагам своим Любящим Любящих Мы всегда обличаем В прегрешениях Говорим им правду Проповедуем истину Желая их покаяния Желая их покаяния И сотворения плодов Достойных покаяния Это очень важно Врагов мы как любим Мы их не убиваем Мы их не режем Мы их не бьем Мы их не калашматим Мы их не сажаем Мы что делаем Мы их любим Каким образом Точно так же Конечно обличаем В грехах И в прегрешениях Призывая к покаянию И творению Плодов достойных покаяния Но при этом Они что могут сделать В отличие от любящих В теории Нас Нас Посадить Нас покалечить Нас лишить Всего имущества Могут лишить И самой Жизни Но мы что делаем Мы приносим Себя в жертву Им точно так же Как принес Себя Иисус Это очень важно Если вы перечитаете Семь светильников Кто-то их параллельно Накладывает На вот этот Семилетний период Самого Тела Откровения Об этих последних временах Перед вторым пришествием На самом деле Это и можно делать И как я говорил Это не самое важное В семи светильниках Описаны вечные ценности В них есть В тех наградах Которыми Которыми подтверждается Каждый Каждый светильник Там можно узреть Действительно Как я всем говорю Там краткая Библия Вся целиком Библия Ибо Так скажем Первому Светильнику Послания Заканчивается тем Что кто будет Соблюдать Вот это все Которые говорят Что они суть апостола А сами не таковы Да А дети дьявола Что те Кто будут Апостолами Настоящими Проповедниками Христианами Те что будут Вкушать От древа жизни Куда нас это Возвращает Всегда К началу К краю К эдемскому саду А к седьмому Светильнику Послания Чем заканчивается Дам ему сесть Царствовать Со мною И с отцом моим Чем она заканчивается Книга Откровения Тысячелетним царством И сидящих На престолах Да То есть действительно Эти семь светильников Можно Так Растянуть Как бы И на Все это Семилетнее Пророчество О последних временах Но она также Растягивается И на всю Библию Очень спокойненько Да Потому что Иисус Говорил Что он конечно Не первый мученик На земле В том плане Что Те кто будут Его убивать Убивали и до него Всех праведников И пророков На которых И придет Вся эта кровь От Авеля До крови Захария Убитого Между Двором храма И жертвенником Да Вот И будет такое До последних времен Об этом Иисус Прямо нам сказал Чтобы гнали Убивали меня Будут гнать Убивать и вас И это будет Как мы знаем Из книги Откровения До самого Его второго Пришествия Это очень важно Понимать Поэтому Семь светильников Это семь разных Просто образов Это точно так же Далеко ходить Не будем Я всем напоминаю Ну хотя бы Четырнадцатую главу Евангелия От Матфея Где Иисус Начинает рассказывать Вот как раз О том Что такое Небесное Царство В частности Он рассказывает Как раз Как его достичь Вообще О последних Временах Апокалиптических Вы помните Он начинает Приводить Одну за другой Притчи Там как раз Полдюжины Притч Тоже очень Похожи Можно их там Как раз И семь насчитать Какие-то он Толкует Какие-то не толкует Ну по крайней мере По версии Евангелия От Матфея Приводить И домашние И домашние Всю суть Евангелия О которой Иисус Учил Своих Учеников Вы все это Прекрасно Помните Я Меня гнали Буду гнать И вас Это очень важно Кто хочет Следовать за мной Кто хочет Быть моим Последователем Учеником Оказаться И в тысячелетнем Царстве Со мной На земле А потом В тысячелетнем Царстве На небесах На новой Земле Те что Отверни себя Возьми крест С крестом Куда следует На Голгофу Да И следуй за мной Взяв крест Это очень Важно Важно Все это Понимать Четвертая Глава Из которой Мы узнаем Что отец И сын Одно Иисус И есть Бог Бог И есть Иисус Все очень Просто Очень понятно Там Когда мы читаем Там Престол отца Почему-то Тут же самое Пересекается С престолом сына Там Очень удивительно Читаешь Кто умный Да уразумевает Кто Видит Кто Конечно Еще Слеп И грубо Читает Да нет Вот отца Я всех Всегда Отправляю Куда На прощальный Ужин Христа С учениками Вот те Кто Все еще Пытаются Доказать Что Бог Это какая Троица Есть какой-то Отец Есть какой-то Сын Есть Дух Святой Всегда Всех Отправляю Он Он сказал Он сказал Видевший Меня Уже Видел И видит Отца Вот и все Так что Все это очевидно Для прозревших Для людей Познавших Истину Бога Любовь Иисуса Христа Все это видит Пятая глава Предтеча Шестой Где все Нам начинает Открываться События В последнем Времени Мы понимаем Что Бог Есть абсолютная Любовь По какому Принципу Кто Достоин Только снять Кто Достоин Всех Откровения У пророка Даниила Ангел Ему Очень Прекрасно Говорит Что только Умные А умные Это значит Как Иисус Говорил Это и есть Святые люди Это и есть Люди в любви Пребывающие Да Безумные Слепые Куда Вы идете То Умные Люди Это те Кто понимает Что Бог Есть абсолютная Любовь И вот эти Умные Люди Не только Достойны Как у Даниила Написано А умные Уразумеют Оставь и запечатай Эти откровения До последних Времен Кто Достоин Снять Только Абсолютная Святость И любовь Именно Из этого Мы понимаем Кто Достоин Не нашлось Ни одного Достойного Один Ягненок Был достоин Потому что Он есть Абсолютная Любовь Абсолютное Познание Абсолютная Истина Абсолютная Свобода И вечность И потому что Он И есть Отец Он И есть Одно Хоть Я говорю Как Это В Образ Что Подошел К Руке Сидящему На Кристоле Книжки Руке Сидящего На Кристоле Это Все Пока Детские Образы Все Очень часто Бывают Недопонимания В том числе В мою сторону Тычут Потому что Младенцы Во Христе Тычут Совершенным Во Христе Такое бывает Причем Когда вы Такое Видите Не смотрите На то Что Младенец Во Христе Может быть Шестидесятилетним Стариком А Совершенный Во Христе Может быть И тридцатилетним Юношей Это Очень важно Понимать То же самое Происходило С Христом Не путайте Можно дожить До седых Седин И ничего Так в жизни Не понять Ну а мы С вами Я надеюсь С этим понятно Это вечные Ценности Они Так скажем Вне книги Откровения Они по сути Нам открывают Просто всю истину Еще раз Которую мы с вами Христиане знаем И так из Евангелия Что Бог есть Иисус Христос Вечный Бог Любовь Свобода И он же вечный Вечный Бог Любовь Иисус Христос Я так во плоти Я так и выражаюсь Вот все Что мы знаем Из Евангелия Все то же самое Повторяется в книге Откровения Как предисловие То есть книгу Откровения Действительно Если читать ее Уже человеку Познавшему истину Он читает Первые пять глав Как Евангелие То есть он получает Пользу из этого Это очень важно А то он нас любит Зациклиться на откровения На событиях В последнее время Не забыв О сути жизни Как Павел писал Что без любви На этом я сегодня Тоже буду заканчивать Естественно это видео О том что без любви Я ничего Ноль Пустое место просто Это очень важно Понимать Никогда Об этом Не забывать Ну а мы с вами Двигаемся дальше У нас с вами Как я сказал С шестую По восемнадцатую Главу Ну потом Мы захватим И девятнадцатую Но все таки Сначала посмотрим На основное тело Книги Откровения В предыдущем ролике О параллельном Последовательном Чтении И писании Я уже говорил Что действительно У нас Когда мы читаем Последовательно Давайте я к вам Этот блок Приближу Кто этот ролик Посмотрел Хорошо Кто нет Можете посмотреть Найти на моем ролике На моем канале Это о последовательном И параллельном Чтении книги Откровения Когда мы читаем Книжку Слева направо Или сверху вниз Как мы сейчас делаем В интернете То конечно же Перед нашим взором Открываются Семь таких Крупных блоков Мы с вами узнаем Что есть некий Семь печати Некий Семь труп Некий Семь образов Которых мы Сегодня обязательно Узнаем И семь чаш Ну как я вам сказал В принципе У нас еще есть Семь светильников Которые в принципе Тоже мы можем Вначале Поставить Да Но читая Книгу Откровения Со временем Погружаясь В нее Мы понимаем Что все эти Семь печати Они рассказывают Нам об общем Семилетнем периоде Семь труп Делают то же самое Семь образов Точно так же И семь чаш Тоже на это похоже Несмотря на то Что семь печатей В принципе Все нам изображены В шестой главе У нас есть еще Вся книга Откровения Переполнена еще Отдельными мазками И отдельными видениями Не входящие В семь печати Семь труп Семь образов И семь чаш Именно поэтому Если вы проследите Главы Которых Я В которых мы видим Эти блоки То седьмая печать Это шестая глава Седьмая Семь труп Это с восьмую По одиннадцатую главу Семь образов Это с двенадцатую По четырнадцатую А семь чаш С пятнадцатую У нас пропадает Куда-то там Седьмая глава Да И кто читал уже Он просто помнит Может быть знает Там есть два видения Определенных Да Они как бы не входят В эти печати Да Они отдельные Но они накладываются Точно так же На эту Временную шкалу Семилетнего Процесса Книги Откровения Всех тем Того времени Что будет у нас С вами Происходить Это раз Обязательно Надо познать Все даты Которые у нас есть Сам Иисус Никаких дат Не называл Но У нас есть Книга Откровения Есть книга Даниила Вообще Конечно же Еще раз скажу Может быть Я не до конца Сформулирую эту мысль Что Кто хочет познать Тайны Все тайны Последнего времени Обязательно Первое Конечно Начинать надо С Христа Это все места Из Евангелия Надо выбрать Которые относятся До этого времени Абсолютно все Начиная конечно же Самого крупного Известного мнения В библистике Называемая Апокалиптическая Речь Иисуса Христа В Матфея 24-25 глава Большая речь Заканчиваемая судом И всем вот этим Великим разделением Это раз И начинаем мы Как раз С разрушения храма И всего вот этого С вопроса о том Что вообще Будет в последнее время С вопроса учеников На которые Иисус отвечает Но В Евангелии Есть Крупицы Не жемчугом Разброшенные И разные другие речи Притчи Иисуса Которые говорят Именно об этих временах Это раз Второе Конечно же Надо вспомнить А если что-нибудь В Ветхом Завете Да В Ветхом Завете Много можно найти У разных пророков Прообразов Но надо не забывать Что все что сказано У пророков У всех Кроме пророка Даниила Это очень часто Точнее всегда Даже более Правильно Так будет сказать Прежде всего Сказано об Израиле И том что с ним будет И там Об этом пленении Вавилонском И так далее О том что после него будет Много сказано Естественно О первом Пришествии Иисуса Христа И уже многое Конечно Или немногое Тут уж Никто процента не знает Один Бог ведает Что-то мы калькой Накладываем на второе Пришествие Иисуса Христа И вот на все вот эти события Но читая всех пророков Кроме Даниила Надо быть с этим Особо осторожным И не промахнуться И то что сказано Уже избылось В первом Не накладывать на второе Это очень важно И уж не говоря о том Что это вообще Происходило с Израилем Да Это очень важная Очень важная вещь Но есть отдельный пророк Это пророк Книги пророка Даниила Ну или одноименное название Пророк Даниил Его книги Его образы Все которые были собраны Которые ему в разное время Открывались Бог Там и сны были И видения И прямо просто Беседа с ангелом Да И когда вы читаете книгу Даниила Вы прекрасно оттуда узнаете Что оказывается Все что показывалось И говорилось Даниилу Богом ему было прямо сказано Это и есть все Прямо о последних временах Более того Он говорит Сокройте слова до последних времен Ибо все равно Они сейчас никому не нужны Опознают вот именно И нужны будут они людям Именно в последние времена Это очень важно Вот Поэтому конечно же Безусловно Прежде всего Мы изучаем эти три вещи Это книгу Это Евангелие Все что Иисус об этом говорил Это Ветхий Завет Пророк Даниил И это Так скажем Ну Евангелие есть Новый Завет Ну в общем Конец этого Нового Завета Если так можно выразиться То это уже книгу Самооткровение Конечно же Мы параллельно Присокупляем Я говорю Все равно Все что из Ветхого Завета Идеально подходит И относится к последним временам Так в прообразах Прямыми словами Там есть тоже Разные вещи Конечно же Мы все имеем полное право Сюда добавлять И естественно Из апостола Как это говорят Одним словом То есть из книги Деяний Посланий апостольских Все что там Доносится Какие-то нам Маленькие жемчуги А в апостолах На самом деле Совсем немного Действительно Как выясняется Кто-то может подумать Что там большие тайны Глубины нам открыты Нет Совсем немного Нам говорится Какие-то Приоткрываются Некоторые вещи И то Многие просто дублируют Повторяют В разных образах И фразах Те же самые Речи Иисуса Но действительно Есть разные нюансы Мазки Которые дадут нам Более лучшее познание Это очень тоже важно И по возможности Конечно надо во все Поружаться Вот эту карту Которую я изображал И вообще Дойти до нее Каждый человек Должен до такого состояния Чтобы у тебя не было Никаких противоречий И поверьте мне Это сделать совсем непросто Я вам сразу скажу Потому что я На своей собственной Шкуре Или жизни Как хотите Все это испытал Понимаю И вижу Итак У нас Какие же И теперь Я начал с дат Вы видите У меня наверху Такими Зелененькие Есть цифры Я их таким Салатовым Я их ярко выделил У нас есть Несколько дат У нас есть цифра 1335 дней Да Давайте У нас есть цифра 2300 дней Это все в Даниила У нас есть 7 лет Ну тоже в Даниила Можно в дни перевести Это 2555 дней Ну я 7 лет умножал На 365 Ну понятно Есть високосный год Хотя все это Плюс-минус Относительно Да там И у нас есть цифра 1290 дней Тоже из пророка Даниила Из книги Откровения У нас есть Три одинаковых цифры Они по-разному Там Называются Где-то Два раза 1260 дней Нам сказано А два раза Сказано Те же самые 1260 дней Только Словосочетанием 42 месяца В виде месяцев Я вообще Все это перевожу В года То есть Везде пишу Три сплан года Но правда Как видите Все равно пишу И 42 месяца И 1260 дней Чтобы было понятно Вот Три сплан года Конкретной цифры нет Это уже я перевожу Чтобы более круглой Понятной Видимо было Вот Причем Когда сказано О хорошем О светлом Это в днях сказано А когда в плохом О месяцах Это разделение Четко прослеживается Вот такие у нас Есть цифры К чему мы можем Эти цифры прилепить Очень важно понять Что точку отчета В книге Откровения Несмотря на то Что я вам всегда Естественно проповедую Это просто норма жизни Что мы живем Слева направо И следующая секунда Идет за предыдущей Вот Но за точку отчета В книге Откровения Мы вынуждены взять Какую точку Которая нам Она точно известна Это точка Пришествия Иисуса Христа Это Если хотите Неправильно Я нарисовал Это вот 19 глава Вот за точку Отчета Чтобы понять Вот это все Время В книге Откровения Все эти цифры К чему-то Прилепить Очень важно Понять Что точка Отчета Идет Ну так скажем Справа налево Да Как я всегда говорю Что это как бы С затка Все идет Да Что как бы Якобы не должно быть Но вот так вот Это очень важно Понимать Да Почему это важно Понимать И И И Эту точку Ноль Эту точку Отчета Выбрать Правильно Потому что Именно от нее Все отталкивается И именно цифры Которые все Нам известны В книге Даниила Они все будут Отталкиваться От нее Это очень важно Понять Если бы не Пророчество Даниила Казалось бы Еще когда сказано За пять веков До Рождества Христова Еще Бог Все это предсказал И дал Именно от этого нуля Именно от второго Пришествия Иисуса Христа На землю Они все И отталкиваются Каковы же эти цифры Первая цифра Которую мы узнаем Там так тоже сказано Что Пророк Даниил Заканчивая Свою Прямую беседу Ангел Который является Ангел Архангел Гавриил Который является Даниил Он ему прямо Говорит Что Антихрист Сначала устроит Так Что В Иерусалиме Который сейчас Существует На земле И там нет Никакого храма Он прекратит Там жертву И вот От времени Прекращения Этой жертвы До его Воцарения Которое называется У Даниила Мерзостью запустения На святом месте Пройдет 1290 дней Зафиксировали А следом Он говорит Но блажен тот Кто достигнет 1335 дня Иди Даниил И успокойся От трудов твоих И воскреснешь В этот день Этим Этими словами Все заканчивается Это Дальше там История с Сусанной Вообще Можно сказать Книга пророка Даниила Заканчивается Вот на этой 12 главе Там еще есть Две главы Из истории жизни Даниила Но сами Видения его Как бы заканчивают Это последнее Видение Такое В целых Три главы Это беседа Это уже Там она хоть и названа Тоже таким видением Но по сути Это просто беседа Архангела Гавриила С Даниилом Он ему все Рассказывает Уже без всяких Притч или образов Прямыми словами Рассказывает Если до этого У него было Видение Там Козла и овна Как борьбы Южного и Северного царства О ком мы сегодня будем вспоминать Я чувствую ролик Получий очень дризный Но вы знаете Какие у меня ролики Готовьтесь Да Вот И он им уже Он уже толкует И это видение И все Рассказывает Прямыми словами И вот именно то Что я им сегодня произнес Даже не обращаясь К тексту Именно этими словами Заканчивается Последнее видение Последняя беседа Архангела говорила С Даниилом Именно этими словами Итак Еще раз Мы немножко Шиворот на выворот Переворачиваем Да Потому что он сказал Что казалось бы То есть мы видим Мы с вами с конца идем То есть оказывается От нуля От дня О второе пришествие Всеобщее воскресенье Восхищение церкви Брачный пир Это все одно и то же Это разные события Разные Так скажем Да С нами события происходящие Но они будут происходить Буквально в одно мгновение В одно время Может в течение дня Все это будет происходить Да И мы берем за нулевую точку отсчета Оказывается Прекращение жертвы В Иерусалимском храме Будет за 1335 дней до этого Это около 3,6 лет То есть 3,5 Практически 3,5 года Будем немножко округлять А вот уже от этой даты Если вы видите То есть мы с вами От нуля Откладываем И находим Вот такую вот точку А уже от этой точку В сторону Второго пришествия Иисуса Христа Мы с вами откладываем 1290 дней Потому что он говорит Что от времени Вот этого вот Когда будет прекращена Жертва До мерзости запустения На святом месте Когда она будет 1290 дней Когда он воцарится Когда он объявит себя Всем И уже никого не будет Способного противостать ему Когда будет уничтожено Южное царство Вы скоро узнаете Кто это такое Когда уже будут Все святые убиты Ну точнее они будут Еще массово убиваться Сейчас мы с вами Все попозже Сейчас все узнаем Да Вот до времени Его официального воцарения В мире Этого антихриста Этого главы Этого северного царства Этого зверя Снежного барса С медвежьими лапами Семью головами Десятью рогами Пройдет 1290 То есть Ну 3,5 года То есть у нас с вами Между Между Мерзостью запустения И вторым пришествием Иисуса Христа Вы помните Слава Иисуса В апокалиптической речи Когда увидите Мерзость запустения Бегите Бегите Ибо настает Великая скорбь Оказывается Великая скорбь Будет всего 45 дней Так называемая Вот эта Великая скорбь Она будет В промежутке 45 дней От Мерзости запустения От официального Коронации Антихриста На Божий престол Где он вознесется И сядет В храме Как Бог Вы давая себя за Бога Вы помните Слава Павлова Во втором послании К слонкийцам Оказывается От его вот этим Восседанием В храме Божьем Выдавая себя за Бога Царем Всего мира До Второго Пришествия Иисуса Христа Пройдет 45 дней Это и будет Названо Иисусом Христом В великой Скорби Но Когда Даниилу Ангел Еще раньше Мы с вами Наоборот С конца Идем Вот по этому Его Этой беседе Его с Гавриилом Когда он Ему рассказывает А вообще Вот этой битве Южного и Северного Царства Он говорит Что все это время Вплоть Вот это все И Прекращение Жертвы И поставление Мерзости запустения Когда Даниил его Ну там Не совсем Даниил Там другой какой-то Ангел Так скажем Спрашивает Этого ангела Гавриила Сколько продлится Все это Он ему отвечает Все вот это вот Видение Все что тебе Открыто Будет длиться 2300 дней Это 6,3 Года Он ему Описывает Все что Начинается Со времени Бойни Так называемый Это тоже Очень важно Понимать Но Благодаря тому же Самому Книге Пророка Даниила Мы знаем Что Когда Ему это было Видение О том Что будет С его народом Не видение А тоже Ему просто Архангел Гавриил Тоже явился Уже в 9 главе Там тоже Вы помните Я ролик отдельно Записывал Где Ему было Откровение Дано О первом Пришествии Иисус Христа Но зеркально Мы это первое Пришествие Имеем право Наложить на второе Почему Там рассказано О семилетке Точно так же Что произошло Со Христом И что Когда В последнюю Семилетку Израильского народа После убийства Христа Через там 50 лет Практически Полвека Был разрушен Иерусалимский храм А в середине Этого Разрушения В середине Этой семилетки Произошло Его Прекращение Так скажем Прекращение Жертвы Да Потому что Он был Разрушен Потому что 77 Отведено Народу Твоему Мы это Накладываем То же самое Уже конечно В образе Там идет Речь конечно же О разрушении Того Иерусалима Но зеркально Мы это Накладываем Понимаем Что вообще Весь период Называется Семилеткой Посередине Которого 3,6 Года Это и есть Прекращение Жертвы Это очень важно Понимать К цифрам 3,5 года В самой книге Откровения Мы с вами Еще позже Вернемся Чтоб Смысл Не терялся Итак Дальше Мы с вами Двигаясь Начиная читать Книгу Откровения Мы с вами Видим Что в ней Существует Некие 7 Печатей Когда вы В них Глубоко Погрузитесь И вчитаетесь Вы поймете 7 Печать Говорит Вообще О некоем Затишье На полчаса Перед пришествием Иисуса Христа Мы ее С вами Относим В самый Дальний Уголок Нашей Карты Шестая Печать Говорит О том же Самом О чем Говорит Седьмая Труба И седьмая Чаша Уже О последних Вот об этой О времени Великой Скорби Где уже На голову Людей Будет лететь Великий Град Будут Великие Землетрясения По местам В общем Будет такой Караул Что люди Будут думать Что действительно Конец света Настает Эти две печати Мы с вами Оставляем В самом конце Если мы с вами Погрузимся И внимательно Почитаем О первых Пяти печати То мы с вами Убедимся Что все они Имеют такой Общий Знаменатель Это то Что все Что в них Описано Связано с человеком Это все Творения Рук Человеческих К сожалению Печальные Творения Рук Человеческих Первая печать Это конь белый И всадник На нем Давайте мы с вами Уже Приблизимся И погрузимся В них Более глубоко Итак Первая печать Это у нас с вами Конь белый А на нем Всадник Имеющий лук И дан ему Венец И вышел он Как победоносный Чтобы победить Как видите Я специально Добавил тексты Чтобы можно Был не отходя От этой карты Читать Книгу Откровения Да Я немножко Менял там Подержи Сокращал Потому что Все не поместится Это и так При таким приближении Все достаточно Крупно видно Я говорю Может быть На видео Вам не совсем Видно Но если вы Эту карту Скачаете Вы можете Приближать Вам все Будет очень Понятно И видно Кто такой Конь белый Вы знаете Что в начале Было слово Все начинается Со слова В смысле Конечно же Эти кони Эти всадники Эти черные духи На самом деле Духи бесовские Это Это волки В овечей шкуре Это ангел тьмы Под видом Ангела светла Это слово Это проповедь Окончательно Проповедь тьмы Которая будет просто Захлестывать В мир Что мы с вами Сейчас живя В рашистской Агрессии Против украинского народа И В преддвериях Такое ощущение Вот именно Вот этих всех событий Третьей мировой войны Мы с вами видим Как все эти Черные духи Злобы Выдавая все Благими намерениями Прикрывая Творят беззаконие Да И к чему людей призывают И как расчеловечивают человека Именно об этом речь Конечно же Здесь и по плоти Подразумевается Общий Общий мотив Что это Это тьма Тьма под видом света И она вышла Чтобы победить Можно и так Грубо почитать Но Как всегда Лучше рассматривать себя сразу И духовно И телесно И видимо И невидимо Поэтому здесь подразумевается Конечно же Прежде всего Это слово Это пропаганда Как хотите Как я говорил Во всех сферах Это все Как мы сейчас видим Посмотрите на расистов Да Тут все подключились Все абсолютно И образование И культура И актрисы И актеры И музыканты И певцы И попы И РПЦ В общем все 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 в упряжку в эту Ну сейчас просто агрессия Пока между двумя Так скажем Странами Да Скоро все это разгорится По всему лицу земли Все будет то же самое Только в более глобальных масштабах Вот и все То же самое Образ мы с вами видим Я сейчас просто наперед Это буду говорить Когда мы с вами видим Деву и дракона Я сегодня кратко скажу Кто это такие И который встал Чтобы пожрать Ее и младенца Это все то же самое Как вы видите Все в одном столбике Все это начинается Сначала Это Одни и те же образы Разные образы Одних и тех же событий Что это Что эти духи На белых пони Которые выезжают Что дракон Вставший напротив жены Рожающие младенца Вы узнаете Сегодня кто это Этой младенец И все вместе В одном видео Это все образы Одно и то же Эта тьма Вышла победить свет Это два разных образа Об одном и том же Это очень важно понимать Второй конь Это конь рыжий Всаднику дано Взять мир с земли Чтобы убивали друг друга И даны ему большой меч Это нам четко описывает Третью мировую войну Понятно Сейчас уже никаких мечей нет Есть автоматы Все что угодно Ядерные бомбы В книге Даниила Мы с вами Благодаря книге Даниила Узнаем кто с кем будет воевать Воевать будет Южное царство северным Это будет Козел Воевать со вном Это другое видение Даниила Это же Суть Но в другом образе Это Зверь Который Вид имеет Барса Снежного барса Ноги у которого Как медвежьи лапы У которого Десять голов Семь рогов Одна из голов Которая имеет Львиную пасть Это и есть Северное царство А южное царство Это Вавилон Это блудница Имя которой Вавилон Я об этом чуть позже скажу Пока просто мотайте На что есть На усы у кого есть У кого нет Мотайте на что-нибудь Очень важно Я еще в конце подведу Мы еще вернемся Ко всем этим образом Чтобы вас четко Сформировалась картина То есть это Третья мировая война Это очень важно Понять Между двумя царствами Южным и северным Все эти образы Есть в книге Пророка Даниила Третий конь Черный Или вороной Ими И на нем всадник Имеющий весы В руке своей Хиникс пшеницы Задинарий И трехиниксы Ичменя Задинарий Елей же И вина не повреждай Этот конь И всадник на нем Символизирует Что? Естественно Любая война За собой ведет Всю социальную катастрофу Голод Нищету Экономический спад До нуля И прочие Прочие вещи Все что с этим связано То есть это полное Обнищание Полная катастрофа Ничего нет Все не работает Все для фронта Все для победы Все вот с этим связано Естественно Конь имеющий весы Хотите Это современным словом Это экономика Ну или Бытовая Бытовая социальная жизнь Людей Естественно Социальная тоже В том плане Потому что мы Пользуемся всякими Учреждениями Ничего не будет работать Все будет полный крах На самом деле Будет конечно Как и во втором мире Работал Но вы понимаете О чем идет речь Посмотрите сейчас На Украине Что происходит Как-то все плохо Бедно работает Но это конечно Все не есть гуд Мягко скажем Конь бледный Это уже собирательный образ Всего того Что было вообще Выше сказано Имя этому всаднику Смерть И ад Следует за ним В этой печати Нам четко сказано Что дана ему власть Умертвить Четвертую часть Населения планеты Это очень важно Понимать От современных Цифр О нас живет На земле Вроде как Перевалили мы За 8 миллиардов Недавно Только статистика вышла Умрет 2 миллиарда Умрет это всего Да От этой самой войны Прямо там От меча Как говорится Написано От голода От эпидемии Секрет ли для кого Что Все эпидемии Это творение Рук Человеческих Я думаю Что ни для кого Не секрет Зверей земных Звери Почему будут На людей бросаться Кто изучал Историю Второй мировой Войны Такие как я Знают Почему это происходит Потому что люди Все вокруг себя Выжигают Уничтожают Лишают животных Естественно Средообитания Естественно Они будут На людей кидаться Этот конь Нам говорит о том Что Что К чему Все это приведет Естественно Когда ведутся Мировые войны Все вот эти Вот весь этот Беспредел Пятая печать Нас говорит о том Что Когда у тебя есть У любого государства Внешние враги У тебя всегда Найдутся Внутри И внутренние А значит Что будет И увидел я Под жертвенником Души убиенных За слово Божие И за свидетельства Даны И за свидетельства И даны были Каждому из них Одежды белые Пока и сотрудники Их Ну и помните Эти души Жаловались Что Да коли Владыка Не мстишь Нам Да Вот За нас Там Грешникам Да А Господь говорит Что Постойте Пока войдет Полное число Всех людей Которые желают Войти Пока и сотрудники Их И братья Их Которые будут Убиты Как и они Дополнят Число То есть Все кто желающий Помните как Иисус Ответил Тем кто желал Сесть по правую По левую сторону От него Пожалуйста Вон Два креста Ну Сус такого не говорил Вы знаете Но он это подразумевал Да Когда у него Некие ученики И их мамы Просили Сесть по левую По правую сторону Он именно об этом Имел ввиду Что пожалуйста Два креста Можете Можете там Сораспяться Со мной Тем самым Сесть в небесном царстве По левую По правую сторону Они правда От этого Тогда Отказались Да Что такое Печать Еще раз Да И вообще Когда нам Описывать Как видите Я их изображаю Прямоугольничком То есть Растягиваю На весь период На самом деле Они говорят Обо всем Периоде О его начале И грубо говоря О его конце Это все Будет длиться До последних Времен Война Прекратится Северного Государства С Южным Северным Государством Во главе Которого Будет Антихрист Закончится Только с его Вот этим Вот воцарением За 45 дней До второго Прижисуса Христа У пророка Даниила Мы так и будем Читать Под конец Времени Царь Южный Сразится С ним С царем Северным И Проиграет Ему И царь Северный Там написано Победит Его Будет Последняя Битва Так называемая Там будет Много Дени Толкай Как мы Видим Сейчас Рашистская Федерация С Украиной Как все Происходит Да и Как во всю Историю Происходило Но в оконцовке Царь Северный Во главе С Антихристом Победит Царя Южного Кто Царь Вы сегодня Узнаете Я вам Обязательно Расскажу Итак Мы с вами С печатями Разобрались На самом деле Если вы Внимательно Вчитаетесь В трубы И в чаши Вы увидите Удивительную Закономерность Что все Они говорят Об одном И том же Я сегодня Не буду Разлогойствовать Что я сам Когда-то говорил Что они Последно читаются Потом решил Что параллельно Все это Узнаете В моих Предыдущих Видео Я вам Лишь все Это Зачитаю Как видите Я специально Сделал Одни и те же Прямоугольнички И вначале Поставил Картинку И текст Из трубы А Закончил Ее Чашами гнева Так называемые Которые Изливаются В последние Уже В последние дни Вот Можно сказать Великую скорбь На самом деле Несмотря на то Что нам кажется Что Опять надо Не забывать Вы понимаете Что если мы возьмем И любую черту Вот так Вот у нас есть Событие Вот у него есть Какая-то длина Происходящая Ну да Хорошо У нас есть Чаши Трубы Названы Начало События У нас есть Чаши Законченные Описывая Конец События Мы могли Где угодно Черту Провести В этих Событиях И назвать Скрепы Это какие-нибудь Или я не знаю Там Ну как угодно Назовите Молотые Божьи Да С небес И здесь бы Мы просто Описывали Среднее состояние Событий Этих времен Вот и все Вы поняли О чем я говорю Вот То есть мы любую черту Проводим Вот у нас Разные там есть События Которые длятся Во времени Да Мы любую черту Проводим И точки пересечения Являются Так скажем Хотите скрепами Хотите молотами И мы описываем Что на эту Эта же Таймлайн Шкала времени По русски Да По английски Таймлайн На ней мы можем В любом месте Взять точку И посмотреть А что вот в этой Точке времени Со всеми событиями Произошло Я сейчас на примере Живом скажу То есть мы с вами Увидим Как первая там Труба допустим Звучит И будет заражено Там треть Всей чистой воды На земле А уже чаша Говорит о том Что уже не будет Вообще чистой воды Ну понятно Что если мы где-то В этом периоде Смотрим по серединке То мы понимаем Что оказывается Между одной третьей Зараженной А еще две трети Чистой И между полным Загрязнением Всей чистой воды Еще есть Сколько И одна И одна Как там И две третьих Загрязненной И четыре пятых Загрязненной Всей воды То есть Ну одна треть Это 30% А через И в течение Если мы раскидаем Это на 7 лет Апокалипсиса Да Вот этого тела Книги откровения Семилетнего То мы возьмем с вами От 30% Всего зараженной воды К чаше Которая описывает Что уже вся вода К концу Семилетки Будет заражена То есть Естественно Мы еще Через год Черту проводим То она на 40% Вся земля Вся вода На земле Загрязнена Если на второй год Проводим линию Так скажем По таймлайну То мы видим Что 50% Воды заражено И мы могли Как угодно Этой линией назвать Молоты 7 молотов И по 7 событиям Пройтись И у каждого Дать просто Свои новые цифры Уже уровня беды Ведь беда Она Не приходит Одна И не приходит Сразу вся Да Да Вы бросили Что-то зараженное В водичку Она только начала Распространяться Это же не сразу Через секунду Все зараженное Правильно В нас один микробик Попадает в организм И только через время Он заквашивает Весь организм Точно так же Как помните Иисус рассказывал Про закваску То же самое Это же не в секунду Происходит Вот Очень важно понять Поэтому по сути Печати и трубы Трубы и Чаши Нам рассказывают Об одних и тех же событиях Только об их начале И об их конце Вот и все Я вам это продемонстрирую Единственное Вы сейчас сразу Приткнетесь Может быть Как раз Именно первая труба И чаша Может показаться Немножко что не о том Говорится Вроде бы не об одном И том же Все остальные Вы убедитесь Как говорят об одном И том же Уж знаете Одного еще бывает Совпадение Ну когда совпадение Семь Это явно не совпадение Случайность Может быть в жизни Но две случайности Есть какая-то хорошая поговорка Мудрая Первый раз случайность Два раза закономерность А три закон По-моему Вот так вот Или что-то такое Да Здесь то же самое Если первая Еще нас как-то смущает Хотя вы сейчас Убедитесь Что там ничего Смущающего нету То все остальные Шесть печати И чаш Говорят как будто Об одном и том же Давайте переходим Конкретно К тому что мы читаем Итак Первая труба Ангел трубящий О чем он говорил Говорит нам Говорится Когда мы читаем Текст откровения Сделались Простите Град и огонь Смешанные с кровью То есть мы видим Какой-то град и огонь Смешанные с кровью И пали на землю И от этого От того что некий Град и огонь Смешанные с кровью Пал на землю Что произошло Третья часть деревья Взгорела И вся трава зеленая Что это за град и огонь У меня есть конечно Предположение Что это и подразумевается Хотите химическое Биологическое Ядерное Я не знаю Какое оружие Потому что Если вы видите Вообще по Где это у меня Печать Эта труба Начинается То как вы видите Она как раз По таймлайн Лайну И начинается У нас с вами С войны Двигается С войны То есть война Начнется Сначала может быть На саблях Но закончится Она Или Не закончится В общем-то Продолжаться Будет любым Видом оружия Я об этом В своих роликах О войне Не раз говорил Кто меня смотрит То все это уже знает Что в войне В любом противостоянии Во всю историю Употреблялось Абсолютно все оружие Какое было Только у воюющих сторон Мы знаем Чем сейчас обладает Какими видами оружия Обладают все страны мира Все они пойдут в ход Казалось бы Здесь речь о природе Который будет нанесен вред А что мы же мы с вами читаем В первой чаши гнева божьего Сделались жестокие Когда вылил ангел седьмую чашу То сделались жестокие И отвратительные Гнойные раны на людях Имеющих начертания зверя И поклоняющихся образу его Казалось бы Он не скажет Какая связь Я вам скажу Самая прямая Если вы хоть раз Посмотрите Поисследуете Вьетнамскую войну Где Америка Воевала На стороне Южного Вьетнама То вы посмотрите Что там делалось Вот там Америка Применяла все Что только можно было И посмотрите Что творилось там С природой Какие там Вот эти всякие Фосфорные Что там только Не сбрасывали Что там творилось С землей И что творилось Потом с людьми И творилось еще Многие года И до сих пор творится Оказывается На первый Легкоповерхностный взгляд Даже мой когда-то Я с вами специально Делюсь своим путем Этого исследования Да Оказывается Если в трубе Нам кажется Говорится О вреде природе А в чаше О вреде человеку Нам кажется Это не связанные вещи Нет связанные Вопрос Что такое Грат и огонь Смешность с кровью Ну я думаю Что мы с вами все Должны сойтись В мысли О том Что это такое Это что-то Что применит человек Естественно От этого будет страдать И природа И И люди Посмотрите Вопрос Я говорю Особенно на Вьетнаме Там Там Америка Разгулялась Там Полный беспредел Никто не вмешивался Там такое вытворяли Вот там все то же самое Все полыхало Естественно Вся природа Деревья Трава И что творилось с людьми Чем там только Их не плевали Чем там только Какой там ужас Просто не вытворяли Прям очень похоже Я и сейчас скажу Еще буду заканчивать На самом деле В книге Откровения Ничего не описано Нового Чего не было на земле Как говорил Экклезиаст Я всегда люблю цитировать Говорят Вон Новое Он говорит Да где ж новое-то То что сегодня Ты говоришь Вот оно Новое Пойди посмотри Он говорит Это был уже вчера И будет завтра То же самое Это очень важно Понимать Книга Откровения Отличается От всего Что было Не зря Иисус Очень кратко И просто все Перечисляет Что вот Воины Землетрясения В книге Откровения Иисус вообще Ничего подобного В своей апокалиплической Речи Настолько подробно Вообще нам Ничего не рассказывает Она достаточно краткая Несмотря на то Что она кажется Две главы 24-25 По Матфею 25-я глава Уже вообще О суде В притчах Иисус рассказывает То есть нам Оставлена Всего 24-я глава Насколько Иисус И разница Последних времен От всех предыдущих Будет лишь В количестве Всегда говорю Все то же самое Будет Ну и понятно В частности В применении Того оружия Которого до этого Просто не было Ну смысл один Какая разница Раньше в рукопашную Всему селу Там голову Голово рубили Всех истребляли Мужчин Женщин Детей Стариков Если надо было Там целиком Село вырезать Ну сейчас просто Туда сбрасывают Какую-нибудь бомбу Химическую Атомную Ядерную Звуковую Не суть важна Суть-то одна и та же Вот и все Изменятся просто масштабы А так все то же самое От древних времен Ничего не изменилось До сегодня Никогда во веки веков Не изменится Это очень важно Как видите Очень все похоже Да То есть это будет Что-то вот связанное С применением Чего-то вот Такого людьми Да Вторая Вторая труба Я вам не буду Как в откровении Все так начинать Я ангел вострубил Я вам буду сразу Я своим текстом добавил Как можно меньше слов убрал Чтобы у меня все это Хоть как-то помещалось Потому что конечно Когда ты там Буквально переносишь Ничего не помещается Все очень мелким шрифтом Получается Я как мог Постарался все это совместить Итак Вторая труба Большая гора Пылающая огнем Низверглась в море И третья часть моря Сделалась кровью Третья часть моря И умерла третья часть Одушевленных тварей Живущих в море И третья часть судов Погибла А что мы читаем с вами Во второй Чаше гнева Море Сделалось кровью Но если у нас В трубе То есть при начале Того что сделалось с морем Только треть Всего погибло То уже в чаше Как в конце Этого события Мы читаем Что Как бы Море сделалось кровью Как бы мертвеца И все Одушевленное Умерло в море Как мы с вами видим Что Трубы И чаши Это одно и то же Только это нам Говорит о начале События А чаша О конце Одного и того же события Так называемые Чаши Божьи Изливаемые из гнева Это все те же самые Трубы Только конец Эпогей Того что происходило От этих событий Вот и все Это просто Линия На таймлайне На шкале времени По всем Этим разным событиям Вот и все Ихнее начало Ихнее конец Это очень важно Да Третья труба Упала с неба Большая звезда Горящая подобно Светильнику И упала На третью часть рек И на источнике вод Имя этой звезды Полынь И третья часть вод Сделалась полынью И многие из людей Умерли От вод Потому что Они стали горьки Что мы с вами читаем В третьей чаше Реки и источники вод Сделались кровью Там Стало Только полынью Да А здесь Реки и источники вод Но подразумевается Море это все таки соленое Мы его в пище Конечно там можно очищать Кто знает Очень тяжелыми Процессами Но здесь речь идет Теперь о питьевой воде И мы видим Что что-то в начале Случилось Естественно В начале была Зараженная третья часть воды А в оконцовке Что реки и источники вод Сделались кровью Кровь никто пить Естественно не может Какие-то Какие-то совпадения Уж больно случайные Итак Четвертая Труба и чаша Поражена была Когда четвертый ангел Вострубила Третья часть солнца И третья часть луны И третья часть звезд Что же мы читаем с вами При четвертой чаше Солнцем Жглись люди Солнцем И сильный зной Сильный Солнце И сильный зной Жгли людей Огнем И они хулили Имя Бога Имеющего власть Над этими язвами Что-то случается Мы при трубе Видим что что-то Случается с солнцем И с луной И со звездами И это же солнце И сильный зной Жгет людей Зноем Вот этим И огнем И они хулят Ими Бога Который имеет власть Над этими язвами Опять случайное совпадение Не думаю Пятая труба Звезда упала на землю Открыла бездну И саранча Вышла И стала мучить людей Пять месяцев Имеющих начертания И там печать Я говорю Здесь мне все не влазит Я как вам сказал Пообещал Сегодня не будем Книги Откровения Обращаться Чтобы прям все Зачитывать Но что мы с вами читаем В пятой В пятой чаше И сделалось Царство зверя Когда вылил Пятую чашу Ангел Сделай царство Мрачно А там написано Что упала Звезда Упала на землю Звезда И открыла бездну Да Стало мрачно И они кусали Языки свои От страдания И язвы Шестая труба И шестая чаша Освобождены были При шестой трубе Четыре ангела Чтобы умертвить Третью часть людей От этих язв Огня Дыма И серы Выходящих Изо рта Всадников Умерла Третья часть людей Заметьте Эти ангелы Освобождаются При великой реке Ефрат Что мы читаем с вами В шестой чаше Высохла река Ефрат Из уст дракона Зверя И лжепророка Выходят три Опять три Там три И здесь три Выходят Выходят три Жабы То есть бесовские духи Подобные жабам Выходят там нечистые духи Подобные жабам Это бесовские духи Так в книге Откровение написано Я тут все сокращал немного Заметьте Тут и река Ефрат Там река Ефрат Здесь конечно написано Что с людьми будет беда Но по сути и река это пересыхает То есть все что-то описано При реке Ефрат Река Ефрат Это исток Она берет в современной Получается Турции По-моему Где-то Или где-то вот тут А Проходит она И втекает И проходит Именно в тот Вавилон Когда-то Вавилон Который Стоял на месте Вот Халдейского Империи В Халдее Это вот современный Иран Ирак Вот тут У нас Ефрат Течет Он во-первых высохнет И Там будет Погублена Треть людей Ну не прям там Возможно Это где-то последняя битва Как раз вот будет Северного и с южным царством Она будет при реке Ефрат Символ То что она иссохнет Перестанет питать Вавилон Древний Вавилон Это как раз символ того Что у Вавилона У этой блудницы Будет отнято дыхание жизни Потому что вода Символ жизни То есть это победа Последняя битва Будет битва при реке Ефрат Где-то там На востоке Все это недалеко Кстати от Израиля Все это вон там Вот Палестина Сирия Ордания Ой В Сирии Получается она по-моему Берет Или все-таки из Турции У меня есть карта Когда мы с вами будем Последно читать Мы с вами все будем Разбирать Кто сами хотите Посмотрите Древнюю карту Где Ефрат Как он через Вавилон Протекает Естественно Тут с древностью Определенные параллели И естественно Мы с вами смотрим Седьмую печать И седьмую трубу Они вообще Я тут у меня Тут нету места Текста ставить Но если вы их прочитаете Они говорят абсолютно Об одном и том же О великом землетрясении И великом граде То же самое написано В шестой печати Печати немножко Не согласуется С трубами Как может показаться Но как я вам сказал У нас В тех роликах Где я говорил О параллельности И последовательности У нас нет задачи Что у нас Семь труб Должны идеально В семь печати Один к один Два, два, три, три Это все в периоде Где-то накладывается Где-то не пересекается Но по описанию событий Которые в печати В седьмой чаше И седьмой трубе Они идеально Описывают один и тот же момент О великом землетрясении Такого как Даже Иисус это сказал Какого не было На земле Со времен жизни людей Вот Естественно Это уже все Это уже все переходит Куда у нас Постепенно Все то Что мы с вами Прочитали Все это переходит Во что Вот это великое землетрясение Там все это Грады Все вот это Вот Это все переходит Во что Во второе пришествие Иисуса Христа Прямо в девятнадцатую Главу Мы к ней Сейчас с вами Естественно Вернемся Еще у нас Есть с вами Семь образов Вот эти вот Семь образов Они все Тоже все В этом семилетнем Периоде Я сейчас О них попозже Скажу Покажу тоже Некую иллюстрацию У меня есть Естественно Все вот это Давайте крупные Мазки возьмем Язычники будут Попирать Святой город Три с половиной года Это все будет До чего Вот до того Пока Антихрист Прекратит там Жертву Будет ли он там Храм на этом месте Три с половиной года Ставить Или он просто Евреям запретит Приносить Жертву Но он однозначно Там будет храм строить Будет ли он эти Три с половиной года Будущее потом строить Неизвестно Но у нас есть Этот период У нас есть Что жена Убежит от дракона И будет в пустыне Улетит Убежит Там разные слова Несколько рассказаны Тоже на три с половиной года И будет питаема в пустыне У нас есть Одни и те же образы Которые говорят Разные образы Об одном и том же Первое Мы с вами уже зачитали Это пятая печать Где Что будет с мучениками У нас эти мученики Это две маслины Я вам сразу скажу Что это христиане Всех народов И из Израиля И изо всех народов Как говорят Из язычников Эти христиане Последних времен Я о них сейчас Позже скажу Нет вам Кратко скажу Это они будут пасти Жезлом железным Всех людей Каким жезлом Это они будут проповедовать Вечное Евангелие Которое тоже нам описано Там этот эпизод В Откровении Они будут его нести Это вечное Евангелие Которое вечное Потому что Бог есть Вечность, свобода и любовь И за это они Что будут Три с половиной года Зверю Дана власть Убивать их И побеждать Это очень все важно Это все Вот там Все эти образы Я вам их пока накидываю Они все есть Они как видите Друг на дружку Накладывается И так же у нас есть Откровение Что на самом деле Будет поставлены Детям Божьим Печать на лоб Они кстати Будут не от всех Этих бед страдать Которые будут Особенно вот эти Так называемые Природные катаклизмы И всех их ждет Как написано Все эти Они одеты будут В белые одежды Все будут на небесах Это очень важно Вот это вот Все Все эти моменты Мы с вами Давайте переходим К девятнадцатой главе Эти две маслины Эти христиане Пролежат убитыми Особенно те Кто будет реально убит В это последнее время Три с половиной дня Мертвыми И воскреснут Это и будет День всеобщего воскресения Они воскреснут Воскреснут все Живые Кто не были убиты Из этих христиан Изменятся И все они будут Восхищены Навстречу Господу на воздухе Все что вот это Вот описывается Во первых Это восхищение Здесь нам И воскрешение Восхищение Мы с вами читаем Уже в девятнадцатой главе Это Когда лжепророк И лжепророк И лжепророк И лжепророк И лжепророк И царство И сам этот зверь Во главе с антихристом Будут брошены В озеро огненное Без суда и следствия Воскресенье Когда-нибудь падите на нас, горы, закройте нас и помните, там будут пещеры, все, что в шестой печати описано. Все вот эта седьмая печать, тишина как бы на небе, как бы на полчаса. Все это вот события, хотите мгновения, хотите наоборот одного дня. Я не знаю, нам это не открыто. Это уже суть ли важно? Слушайте, тут сами семь лет пролетят, мы не заметим. Ковыряться там, сколько это будет в течение часа, одного дня, полутора дней спорить, нет никакого. Смыслом. Это я надеюсь, вы понимаете. Ну и затем нам описано в 20 главе о том, что дьявол, конечно, будет скован на... Так, я чуть-чуть уменьшу, вот так, чтобы было видно. Дьявол, конечно же, будет скован, вы знаете, на тысячу лет, но в конце этого тысячелетия он будет снова отпущен, снова взойдет на землю, будет обольщать народы. Мы будем со Христом эту тысячу лет царствовать, праздновать, проповедовать, светить всем народам все равно по земле. Но они восстанут в концовке, дьявол все равно обастит, они опять скажут, ой, какие-то там христиане живут, они что-то замышляют. Надо опять предупредительный удар нанести. И восстанут написано против... окружит стан святых, город возлюбленных, в котором... То есть землю обетованную, где мы все будем жить, в Иерусалиме, в городе возлюбленном. Но что? Огонь с неба испадет, и все, земля и все дела, она не разрушится, а небо совьется, как свиток от лица Господня. И что? Мертвые во Христе воскресают, и что у нас с вами страшный, так называемый, Божий суд над всеми народами. И все отправляются, святые и праведные, даже кто не знали Христа, не веровали, что жили до него в Ветхом Завете, что после. Все отправляются в Небесное Царство, а все грешники отправляются в Гиену Огненную, в Царство Тьмы. Как видите, я даже одну иллюстрацию, я даже не стал их делить, и сделал такую одну иллюстрацию, потому что, что во время второго пришествия с Христа, все отправятся, кто злые, в Царство Тьмы. Но оно, правда, в откровении названо морем мертвым, смертью и адом. Но когда они воскреснут, то есть написано, что море мертвых, смерть и ад отдаст всех, навели на страшный суд. Но после этого они будут, опять же, низвергны, ну только уже название Гиена Огненная, но я не стал тут какие-то изображать разные иллюстрации. На самом деле, сильно ли ад отличается от Гиены Огненной, да, большой вопрос, я вам не отвечу и не хочу даже знать этого различия. Вот так вот, вот и вся нам книга Откровения, вот и все, что мы должны знать. Давайте я теперь покажу вам вот такой вот слайд, который я сделал. Иисус кратко всю книгу Откровений изобразил в одной притче. Кто знает, это притча, ну как его потом ученики спрашивали о плевелах на поле, ну Иисус сказал притчу о жатве, в которой пшеницу собирают. Причем, ну конечно, это не притча, а в принципе реальная жизнь человеческая. В которой притч, ну просто притч там, как бы все тайны мира сокрыты. На самом деле, это притча обо всей истории человечества. От первой главы книги Бытия, от первых стихов, от сотворения первого человека до конца всех времен, причем до великого именно суда, да. Вот. Я вам своими словами ее перескажу. Да, Иисус говорит, что вот Царство Божие, Царство Небесное, значит, вся история человечества похожа на поле, на котором человек, то есть Бог, я буду сразу ее, как бы, словами Иисуса и толковать, как он ученикам делал, да, который человек, то есть Бог, посеял на поле своем. Вы помните, как Иисус, как Бог сотворил человека святого, чистого и вечного, да, вот, посеял. Но враг человеческий, рода сего, посеял на нем кого плевелы, да. Вы помните, что дьявол сам совратился, отпал от Бога и совратил, совратил и совращает до сих пор, как мы видим там, до последнего, до конца тысячелетнего царства даже, хоть на его время он побывает там немного в бездне, вот, будет совращать, но в оконцовке будет то место, будет новая земля, где уже никто из злого, ничего из злого не будет иметь доступ, ни духи, ни люди, и все святые люди, ангелы будут там уже отдыхать на курорте, да, вот. Иисус говорит, что потом этот, да, приходили жнецы, говорили, хочешь ли мы прежде жатвы повыдергиваем плевелы, он говорит, нет, оставьте все расти до жатвы, а во время жатвы пожнем и просто отделим плевелы от пшеницы, и плевелы сожгем огнем неугасимым, а пшеницу соберем в житнице своей. Ученики, спросив на вопрос, кто это, что это, он сказал, жнецы, поле есть мир, человек сеющий, Бог, да, сами эти пшеницы, это дети света, дети божьи, плевелы, дети дьявол, дети лукавого, жнецы, суть ангелы, жатва, кончина мира, кончина уже четвертого урока школы жизни, и здесь, конечно, описано Страшный суд, Великое разделение, поэтому здесь не только книга Откровения, здесь вся Библия. В этом он изобразил и показал нам, как я вообще назвал эту страницу у себя на сайте, и этот блог, который я буду раскрывать, это все участники мира, если хотите, мироздания, да, или участники апокалипсиса, я их назвал, ну, по сути, это все участники мира, хотя, понятно, у нас есть животные, растительный мир, но, опять же, здесь он отчасти тоже сокрыт, да, в рассказах этих, вот, но уже если мы эту притчу Иисуса уберем, да, у нас есть плевелы и пшеницы, ну, а кто эти плевелы и пшеницы, вообще, кто в Откровении уже нам раскрывается, как добро и зло? У нас есть три образа добра и четыре образа зла, в книге Откровения нам предстают. У нас есть ангелы, светлые духи. В Откровении они, и вообще, видите, в Евангелии, ну, у них обычно два образа, хотя намного больше бывает, это жнецы или птицы, которые, ну, особенно, когда они будут собирать грешников, они названы стервятниками, которые будут, где труп, там соберутся и орлы. Как Иисус говорил, тоже в 17 главе от Луки, рассказывает такой же образ, как в Откровении, а в Откровении, вы помните, ангел будет кричать, собирайтесь, стервятники, пожрать трупы царей, трупы вот всех этих, кто вот принял начертание, кто воевал против Христа, восстал против Христа. Вот, то есть разные образы, но это ангелы света, да. У нас есть жена с младенцем. Кто это жена? Я сегодня вам кратко скажу, не надо мне в комментариях только тысячи вопросов спорить со мной. В будущем мы все будем раскрывать, мы будем вот так книгу Откровения раскручивать. Это все описано в 12 главе, это прямо середина книги Откровения. Бог мне положил на сердце, как вы знаете, по спирали Фибоначика, я говорю, раскручивать все эти образы. Естественно, книга, она начинается, и вообще, мы с вами видим, как, да, у нас есть главное видение, это дракон и жена, да, мы от них оттолкнемся. Я вам кратко скажу, пока просто можете мне поверить, а потом узнаете уже более все подробно. Жена, конечно же, это символ кого? Это символ всех святых людей. Это Ева святая, которая не должна была согрешить. Это все ее потомство, неосуществимое в лице Авеля и осуществимое в лице третьего ихнего сына, Саддама и Сифа, да. То есть, это все святые, всех времен и всех народов, неважно, веровали они во Христа или нет. Это все праведники, это все те, которых Иисус потом поставит по правую сторону. Это все те, да, это все те овечки. Это очень важно понимать. Именно поэтому антиобраз ее, это дракон, который хочет пожрать. Это дева, это не церковь Христова, это не его невеста. Это очень важно понимать. Это женщина. Это женщина, это Ева. Это несостоявшаяся Ева от первых времен. И это все в ее семени. Ее младенец, который потом будет восхищен на небо, вот это, этот младенец, это церковь Христова. Причем в себя, естественно, совмещающая, совокупляющая, так как нет во Христе ни Эллина, ни Иудея, да, то это все. Это и из Израиля, уверовавшие из иудеев, как написано в Новом Завете, уверовавшие из евреев и уверовавшие из языков, из всех народов. Этот младенец, которого она рожает, это не Ветхий Завет. Я говорю, это не церковь Христа, это не Ветхий Завет, это не Израиль, откуда Иисус по плоти, нет. Она напротив дракона. Познать эту тайну мы познаем ее только тогда, когда вернемся туда, откуда все началось, в Эдемский сад. И вы увидите, что этот образ дракона и Евы, змей, древнего змея, который назван дьяволом сатаной, мы сейчас о нем поговорим. Это именно, давайте, надо было правильно все-таки параллельно рассказывать, да. Это древний змей, вот он, который у нас тут внизу по списочку, да. Древний змей, кто это такой? Не путайте его со зверем, который, вот он у нас, давайте я все почищу, чтобы видно было, и чуть размерчик покрупнее сделаю. Не путайте дракона и зверя, на котором сидит блудница, зверя Барса, пусть там и с медвежьими лапами, я для краткости говорю, все-таки вид у него, как вид у Барса. Это очень важно понимать, с семью головами. Он тоже с семью головами, тоже не путайте, он тоже, можно поэтому попутаться, он тоже с семью головами и с десятью рогами, но это Барс. Вид у него, вид Барса написано. И не путайте с драконом, с древним змеем, называемым дьяволом и сатаной. Это, это, это самое, это надо не путать, обязательно. Вот, блудница сидит. Нина, очень часто вы загуглили много картин про блудницу, увидите, что зверь под ней изображен в виде дракона, это абсолютная ошибка. Это вот два образа, я их не зря рядышком поставил. Это очень важно понимать. Вот у них связка, а здесь связка у нас, вот она. Как бы вот, конечно, неудачно. Может, тоже лжепророк вперед поместить надо было мне. Я подумаю, как сделать. Подумаю, как эту картинку еще так сделать, чтобы вот вам можно показывать связку. Ее бы надо было сюда передвинуть. В общем, я это как-нибудь доделаю. Видите, приходят мысли какие. Вот, это очень важно понимать. Почему я говорю, сегодняшнее видео, даже если вы больше ничего никогда не посмотрите, я хочу, чтобы у вас все это, пусть ролик будет огромный, но я хочу, чтобы вы все это уяснили. Жена, это не невеста. Вот это. И то, переводит жена в синодальном переводе, правильное слово, женщина. Потому что у русскоговорящих людей сразу возникает, что жена есть какой-то муж. Это жена. Это женщина. Правильный перевод. Это женщина, это Ева. Так скажем, несостоявшаяся, святая Ева. Это очень важно понимать. Дракон – это тот древний змей, с которым она... И между которыми Бог положил вражду. Между ней, между драконом и между семенем ее и семенем его. Вернувшись туда, в рай, мы понимаем, что это за образ. Это все святые. Они не воскреснут в первое воскресенье. Они не будут иметь участие в первом воскресенье тысячелетнего царства Христом. Но они воскреснут во всеобщее воскресенье и тоже получат свою награду. Это все праведники всех времен и народов, по какой-либо причине, не знавших о христианстве, живших до Христа, после Христа, в других народах, национальностях, куда еще Евангелие не доходило. Это все праведники мира, не знавшие или отвергнувшего какого-нибудь искаженного Христа, православного, католического. И слава Богу. Это люди, которые жили, как Павел говорил, по совести. Ибо закон Бога написанных был в сердце, они его соблюдали. Вот это кто? Это раз. А вот как раз младенец, который он родит, который будет восхищен к Богу, это как раз Церковь Христова. Раскроется этот младенец нам в образе двух маслин, двух светильников, двух свидетелей и двух пророков. Все через знак равно, это все об одном, четыре разных образа, об одной и той же сути. Это христианство, это христиане, это Христос, если хотите, это его церковь, в которой глава является, это его тело. У меня тоже есть прекрасный слайд. Я его сейчас... Вот он, я его, в принципе, уже тоже так подготовил. Он еще не совсем готов. Это вот когда я дальше вам буду все это рассказывать. То есть, вот этот младенец, это и есть Христос. Это и есть Церковь, главой которой он является. Все, что в Откровении сказано там потом, кого будет мучить, убивать, у кого будет печать на лбу, это все вот о христианстве. Это все о христианах. Причем вместе. И о евреях, как были вначале. Это вся та же самая раннехристианская Церковь, которая была после Христа, все ученики, которые будут и в последнее время. И они будут что делать, написано? Пасти все народы, жезлом железным. Что значит этот жезл? Это, читая слова Иисуса в последней главе Марка, последней стихи, они пошли и проповедовали, что, подкрепляя проповедь свою, знаменями и чудесами. Какими чудесами? И добрыми, исцеляя там больных, воскрешая мертвых, и изгоняя бесов и задержимых. И что? Затворили небо, как Илия Пророк. Чтобы не шел дождь, вы помните, все это в Откровении написано. Вот этот жезл железный. Жезл и пряник, конечно, будет, кнут и пряник. И так, и так. Но слово, христиане в последнее время, настоящие христиане, святые, добрые, чистые, любящие и алчущие, жаждущие проповеди, будут еще снова одарены такой властью, как Иисус давал своим двенадцать его помочь ученикам. А потом и Духом Святым, всем, кто вас жаждет такого. Это очень важно понимать. Вот такие будут христиане в последнее время. Есть разные подробности, но для сегодняшнего видео достаточно. Кто такой, я говорю, я подумаю, вот как правильно еще эту картиночку чуть-чуть. Все правильно, надо вот эту деву, жену, вот я тоже в словах иногда путаюсь, вы воспринимаете правильно мои слова. Я могу деву сказануть. Дева это церковь тоже. А жена есть жена. Мне просто вот это надо вот сюда, вот на место ангелов подвинуть, и ангел вот сюда. Потому что вот эти два светильника, церковь, она, это один и тот же образ, вот в противовес ему. Это не блудница вавилонская, как многие думают. Я сейчас о ней позже скажу. В противовес христианам, кто будет воевать, так скажем, на поле божьей брани. Это зверь, тоже зверь. Два зверя у нас есть. Дракон, все-таки он хоть и тоже, можно сказать, зверь, да. Но сейчас таких не существует, это больше мифический, да. А вот как бы, и он не назван, он не называет, у него нет. Просто не путайте, и зачем прибавлять в откровение то для путаницы, чего нету. Он нигде не назван зверем. Хотя по-нашему можно сказать, что там, и даже если раньше драконы существовали, ну я знаю, что они, уверен, что они существовали, как динозавры там, да, когда-то. Вот, но они не названы в откровении где-то, или Иисус, или в Евангелии, или апостолов, он не назван зверем. У него есть четыре, так скажем, минимум имени, но это очень важно. Это дракон, древний змей написано. Да, змея тоже животное, но не путайте, само слово зверь не употребляется. То есть дракон, древний змей, змеи, если хотите более коротко, дьявол и сатана. Это очень важно. А вот зверем названо вот это вот царство северное, и зверем назван другой зверь, написано, вышел из моря, имеющий рога агнчие. Кто это такой? А вот это есть как раз церковь сатаны. Это все лжепророки. Это они будут низводить все эти, написано там, чудеса с небес всякие являть. Это они будут тыкать на, написано на дракона отдельно, и на зверя барса отдельно, и заставлять, призывать им поклоняться. Это все. Вот этот вот чертик, так называемый зверь, с агнчими рогами, заметьте, он с рогами агнца. Это сразу нас отсылает в противовес, в контру с агнцем Христом. Это вся нечисть соберется, это все шаманы, колдуны, ведмы, попы современные, католические, протестантские, экзорцисты. Вся нечисть, которая будет поклоняться, сама им, естественно, душу дьяволу продаст, это все там. Это все, это все экзорцисты, все, кто у нас есть ведунные, экстрасенсы. Вот вся эта нечисть, она вся соберется в один большой культ, и это и будет церковью сатаны. Они вот эти все, которые там с духовным миром общаются, с бесами, вот они вот это все. С ними прежде всего и будут вот такие вот маслины, которые будут обладать дарами, затворять. Вы помните, как Иисус дал власть, что? Какую власть дал Он? Наступать на всю силу вражью. Вот с кем они будут. И они не смогут ничего им сделать, написано в откровении. Ничего вообще. Написано, что кто к ним захочет приблизиться к этим двум маслинам, будут позжены огнем. Они будут пыхтеть. Они будут, как помните при Моисее, эти два фараона, два этих-то колдуната там при фараоне. Да, они будут пыхтеть и там злобой исходить. Они ничего сделать не смогут. Ничего не повредит этим людям, которые будут такими дарами по своим желаниям и горячности одарены. Вот какая она лжецерковь. Это все, кто будут тыкать на него. Это все мусульманские какие-нибудь мулы, буддийские. Все, кто начнет на него тыкать и признавать дьявола и зверя, царство это антихриста, да, истинный. Всяким добром великим все они будут, вот это они все в этом образе. Зверь, который подобный барсу, лапа у которого там медвежья, семь голов, десять рогов, одна из которых подобна пасти льва, у которого голова имеет, у которой было три рога, а потом выдавился и стал один. Это антихрист, который, да, в образе сказаны. Это царство. Этот зверь, это царство, это союз. Кто этот союз? Кто это такие? Кто этот зверь? Я вам наперед скажу, это все псевдо-христианство, я его так назову. Ну или хотите христианский мир, возьму это в кавычках, либо другим словом псевдо-христианство. Это весь так называемый христианский мир. Все, кто исповедует христианство, страны, которые исповедуют так называемое христианство. Америка, Канада, вся объединенная Европа, как говорят. Спросите меня о России, я вам скажу. Похоже, что да. И России. А вы знаете, что одна голова у этого зверя имела смертельную рану, но потом как бы исцелела. Вот сейчас этой голове, по-моему, кто-то эту голову сильно как раз ранит, смертельной раной. Вот она сейчас, ей по башке-то надают, но потом она станет на сторону вот этих вот... Сейчас она с Америкой и НАТО воюют, но в концовке они будут воевать против кого? Вот это вот объединенное царство, и с кем оно будет объединено? Конечно же, с Израилем. Это иудео-христианское царство. Израиль весь окружен врагами, кем? Мусульманами, которые мечтают стереть их в порошок. Естественно, Америка всегда поддерживала Израиль, вы это прекрасно знаете. Кто такое Южное царство? Кто такая блудница, которая сначала сидела на звере, а потом он ее сожрал? Это не церковь. Это не церковь сатаны. Это не НАТО, не Европа, не ООН, не Америка уж тем более, в индивидуальном порядке. Нет, это блудница, имя которой Вавилон. Вавилон. Посмотрите, где он находится. Персия. Иран и Ирак. Ничего вам не напоминает? Это и есть Южное царство. И эти два образа у пророка Даниила, вот этого двух зверей-блудницы, ему было дано предпоследнее видение, это Авна и Козла. Где потом сам, вот как я вам рассказывал, в последнем уже не видение, а просто беседе с Гавриилом, он ему все объясняет. Что этот козел, это и есть царь греческий, царь северный. Опять, если вы видите, как царь греческий называется. Ну, в то время была просто известная македонская уже империя. Вы помните, где Александр Македонский, все вот это, греческая империя, поэтому так называлась. И оно было севернее относительно, естественно, Израиля, поэтому так называлось. Современное северное царство, это все относительно Востока, это вот Северная Америка, Европа, она вся, и Россия, она вся является северным царством относительно чего? Востока. Юга, так называемого, да. Можно запад-восток тоже, ну, я библейским языком выражаюсь, я так сначала более запад-восток выражался, но это потому, что я сам в России живу, это неправильно. Надо все это мыслить относительно, все-таки это же было для евреев откровение, прежде всего, Даниила, он мыслял своими понятиями, поэтому я просто сижу тут в центре России, и мне кажется, что надо выражаться словами запад-восток, это неправильно. Поэтому надо выражаться библейским языком относительно Израиля, относительно этой точки. Это север и южное царство. Это очень важно. Поэтому это царство, которое Антихрист в концовке победит всех и сожрет даже это южное царство, которое сначала на нем будет выседать, сначала даже его попрессует, но потом сбросит его. И если вы будете читать пророка Даниила, вот этот образ «Овна и зверь», а потом прямые речи, беседу Гавриила с этим, вы поймете, как там тоже будет долго, тяни, толкай, будут разные, так скажем, союзы, новоконцовки, все это закончится тем, чем я с вами уже сегодня говорил, все это закончится Третьей мировой войной, битвы при Ефрате, получается, как-то так, и северный царь, северное царство сожрет южное. Так называемое христианство с иудаизмом победит. Естественно, кто такое южное царство? Это мусульманское, я так и пишу, я уже подготовил страничку немножко, вернее, конечно, там еще много у меня работы, но если вместе, через дефисы поставить, это, правильно сказать, это языческо- атеистическое мусульманское царство, потому что там в союзе будет и Пакистан, и Индия, и Иран, и Китай. Китай какой у нас? Ну, официально, атеистически. Весь Восток у нас какой? Так называемый. Весь Кавказ, весь мусульманский. Индия у нас какая? Это миллиард людей на земле. Каких там только богов нету, как называют язычество. Вот этот союз, который будет бороться с царем северным. Вот так вот. Поэтому не путайте вот это. В принципе, я вам все, так скажем, достаточно сегодня подал. Ролик два часа почти. Я уже тоже устаю всегда. Вот такая вам книга Откровения. Я надеюсь, вам все понятно. Какую мы должны общую мысль-то вынести из всего этого? Я говорю, все это хорошо. Вы знаете, как Иисус сказал, как я вам обещал, не будем дословно обращаться к книге Откровения, своими словами, как Иисус закончил назидательно книгу Откровения, что держите, что имеете, что пусть они еще беснуются до времени, но все это закончится, и Бог отрет всякую слезу, ибо всему настанет конец. Самое важное, разбирайтесь в книге Откровения, нет, самое важное познать Евангелие. А Евангелие о том, что Бог есть, Бог есть любовь. Этот Бог Иисус Христос, по образу которого мы созданы, Он вечен и Он свободен. Точно так же, по такому же образу и подобию, мы с вами вечны, свободны избирать между добром и злом, и избирая благо, делаем счастливыми сами себя и всех вокруг нас. И это делает нас и подданными тысячелетнему царству со Христом, и гражданами в будущем вечного небесного царства на новой земле. Вот что самое важное знать. И это невозможно, это царство, это гражданство, без чего? Без совершенства в любви ко всему Божьему творению. К растениям – раз, к животным – два, к духам – три, даже бесу не желать вечных мучений в аду, а что когда-нибудь, и он оттуда выйдет, и окажется самым светлым ангелом под названием Деница. И к людям, естественно, четыре. В любви ко всему Божьему творению мы любим самого, проявляя любовь, совершенную любовь, любовь жертвенную, даже до смерти, смерти мученической, мы проявляем свою любовь к самому Богу, к Иисусу Христу. Вот и все, что вам нужно знать. А по книге Откровений, как видите, если все это вот так вот резюмировать, все, что мы с вами вот это увидели, показали, чтобы там эти блоки не передвигались, общая мысль какая? Что в последнее время, естественно, будет связано с этой бойней, с Третьей мировой войной, между Северным и Южным царством. Может, это уже тоже на ус мотать, это прям по Даниилу вообще все идеально. Даниил полностью раскрывает, даже в книге Откровений этого нет. Это именно Даниил. Я вам все, что вам сегодня сказал, это благодаря Даниилу все это раскрывается, оказывается. Я когда-то тоже думал, да ладно, там Даниил. Ну так, я его читал, мне что же зачитано целиком. Конечно, когда я стал погружаться вот настолько в это все, я увидел, насколько нам столько всего открыто, что действительно вот это вот тело, самое основное книги, оно действительно вот с шестую по 19, так скажем, главу, это семь лет. В эти семь лет, в последние, в начале третьего тысячелетия от Рождества Христова или седьмого тысячелетия от сотворения человека, Богом, что будет, будет, что, все с чего начинается. Всему виной человек, мы за все в ответе на этой земле. Люди дойдут до полного объяснования, мы с вами, возможно, мы при дверях, я вам это до сих пор говорю, употребляя слово возможно, хотя внутренне я вижу, что все к чему идет. Мы с вами при дверях апокалипсиса, третьей мировой войны. С нее все начнется. Этот ужас будет одно за другим тянуть. Все вот эти вот трубы и чаши, которые мы с вами прочитали, знаете, как всегда, мы все любим на Бога сваливать. Якобы, это там Бог какие-то чаши через ангела будет выливать. Мы же все понимаем, что все это будет следствием дел рук человеческих. На самом деле, что нам кратко описано в печатях, мы же понимаем, что бомбы атомные просто так не летают. Уже давно исследовали, не зря запретили даже сами испытания. Кто следит за моим творчеством, как я называю, на всех моих каналах, в телеге, я делюсь всеми в социальных сетях, я делюсь разными видео познавательными. Посмотрите, есть хорошее какое-то видео об испытаниях. Их же запретили еще в 70-х годах 100 лет калиться, создавать. Потому что одни испытания, сколько вреда оказалось на одной с планете, и когда увидели все это, за голову взялись. Хотя сколько там, поскольку ядерных взрывов успели все так называемые современные ядерные державы провести. Что это? Думаете, пройдет все это бесследно? Ничего не пройдет. И мы видим, как та же самая рашистская пропаганда, посмотрите, они уже ни перед чем не готовы остановиться. Они уже все, они понимают, что для них это либо жизнь, либо смерть. Поэтому до чего это все дойдет? До караула. И сейчас, кажется, Россия противостоит так называемому христиане-христиан калашматит, что на Украине, что потом будут с Европы. Но в концовку рашистская федерация надает по башке, это будет потом, естественно, какой-то тоже здесь царек воцариться и создаст коалицию все-таки с христианцем. Рашистская федерация всегда тянулась туда, на Европу, а на восток она тянулась только к Израилю, как к истокам так называемого христианства к иудаизму. Все то же самое православие и так далее. То же самое иудаизм переодетый, католицизм. Поэтому конечный союз, конечно же, скорее всего, Россия вряд ли будет в числе... Потому что Дева, вспомните, она тоже на семи холмах там сидит. Мы с вами сегодня-то глубоко не стали пооружаться, это вас все ждет в будущем. Это блудница, вернее, опять Дева сказала. Я говорю, вы иногда следите за моими словами, я могу оговариваться, очень важно все. Но когда вы все это поймете, управлять и не принимать... Потому что я могу, когда говорю, просто в мыслях одно, а со слова, с языка соскакивает другое. Вот эта вот блудница, которая... Она что? Потом раскрывает, что она хоть и на звере сидит, она оказывается на семи в неких холмах. Будет ли одним из этих холмов Российской Федерации? Я сомневаюсь. Российская Федерация, так называемая, христианская страна, тянущаяся к Израилю, она не просто так признала его. И первая была из тех, кто помогал государству, израильское, современное, сформировать, так скажем. Так что однозначно, Российская Федерация больше похожа... Пока это мои, конечно, мысли, я не скрываю, у меня нет для вас каких-то божественных откровений, что так говорит Господь, поднимая перст к небу, я так не во воле, но внутренние откровения у меня такие, я с вами ими делюсь. Что-то как раз вот это вот... Все раньше думают, что же это за больная холова, кто-то там про Ватикан думал. Да нет. Во-первых, это царство, то есть это один из царей, одна из стран, по-современным мы же не знали, с чего все это начнется. Кто мог предполагать год назад, что Третья Мировая начнется именно с локальной войны между расистами и украинцами, нападающими на украинцев. Вот мы видим. Так что это вот эта смертельно раненая башка, скорее всего, как раз расистская федерация. Потому что когда ей по башке это надают, и тут какой-нибудь режим сменится, ну сменится-то, как мы видим, да, он хоть и сменится, а в оконцовке-то станет таким же потом мировым злом. Вот и все. Естественно, это будет святая война. Святая война между христианством и нехристианством, так назовем. Ну, естественно, иудеи-то наши братья. Я наши выражаюсь от имени псевдо-христиан. Поэтому мы видим, что в конце будет большая битва между так называемым христианским миром, святой войной. И вот всеми этими мусульманами, атеистами, кришнаитами, там всеми на самом деле, всеми этими, особенно в Индии, сколько там, миллион богов, да, говорят, всяких верований и всего этого. Вот так вот. Вот так вот. Так что вот так вот. Поэтому если вы все вот это вот видите, если ваше дело, вы понимаете, цель христианина прожить святой жизнью, потому что для каждого из нас, если я говорю, апокалипсис, споры там о восхищении или еще, завтра может настать, а может и сегодня. Ты можешь не заснуть даже сегодня. Не дойти до дома. Ну, а заснув, можешь завтра не проснуться. Жизнь человека очень важна, потому что ничего нового происходило. Что вы, не было мучений в первое время, Иисус сказал, что даже я не первый, до меня ваши отцы убивали всех праведников, умных, разумных, кого только не убили, не побили и не замучили. Что от древних времен? Что-то меняется? Нет. После Христа что-то изменилось? Нет. Он об этом сказал, и нам всем и так это понятно. Всех убивали, мучили, пытали, забивали, затыкали рты. Все то же самое. Поэтому все будет в последнее время. Что в последние времена, что-то особо придумают? Ничего не придумают, все будет то же самое. Поэтому это очень важно. Крупные мазки мы с вами видим. Это начало крупной мировой войны, конечно же. Которая повлечет все социальные катастрофы, экономические катастрофы, естественно, природные вследствие всех этих бомбежек всего на свете. Сама нечто порождает всякие болезни, эпидемии, ослабление иммунитета, всякое неестное. Все это одно за другое будет цепляться. Вот все, что будет происходить. В мире это не раз происходило. Я глубоко изучал историю Второй мировой, Первой мировой войны. Все было то же самое. Все одновременно вываливалось на лицо земли. И будет все то же самое. Вопрос только будет в масштабах. Мы с вами видим, какие масштабы, какие цифры в книге «Откровения» у нас открыты. Одна четвертая, одна третья. Все. Ничего себе циферки. Ничего себе. Вот масштабы, да. Пропустить эти времена, чему-то там удивляться, вообще не стоит. Ну, я вам всем образы дал. Я надеюсь, теперь все понятно по поводу Антихриста. Вот. Это будет... Ладно, об этом вы еще узнаете. Хватит на сегодня. Это же царство описано... Ладно, еще видеть не могу остановиться. Это же царство пристуканье, когда на выходоносу снился сон. Это те стопы, местами глиняные, местами железные. Это все оно. Разные образы, из которых мы можем всякие мелочи подчеркивать. Там написано, что оно как бы будет по отдельности, но смешается через семя. Что это такое? Очень интересно. Вы в будущих роликах обязательно об этом во всем узнаете. Все. На этом все. Я устал. Я с вами поделился. Я надеюсь, после этого видео у вас много откроется. и книгу Откровения. Теперь уж я вам продемонстрирую свой сайт. В мобильном варианте вы всегда найдете вот здесь вот меню Библия, Новый Завет, все книги, в частности, книги Откровения Иоанна. Если в меню на компьютере вверху есть меню, то же самое, все книги открывайте. Вот книга Откровения. Я всем рекомендую хоть раз прочесть книги Библии на моем сайте, который я перенес. Который я красиво разобрал, разделил места все, где начало, где конец. Все речи диалогом выделены с красной строки, с тире, разными цветами. Везде видно, где начало, где конец какого-то события или речи. Все понятно, все с иллюстрациями. Старался говорящий делать, чтобы все было понятно. Я думаю, что прочитав хоть раз ту же самую книгу Откровения, четверо Евангелия рекомендую прочитать книгу Бытие, вам много будет открываться только потому, что вы вот так вот читаете. Вы видите, где начало, где конец, все это видите, понимаете. Картинки помогают вам фиксировать в памяти эти образы, и вам все будет ясно. Вам видно будет структура, последовательность, параллельность, где каких вещь. Где-то какие-то мои подсказки там есть, пересылки, отсылки, каким-то видео, другим страницам, так что будет не бесполезно, всем рекомендую. Как я вам сказал, пока я буду делать такие вот видео всякие, разбирать, да, дальше мы с вами будем раскручивать все вот эти, всю книгу Откровения вот такими вот кругами, разбирать все, что есть. Я вам сейчас кратко все равно набросал, потому что мне так захотелось, чтобы вот ролик был пусть и большой, но кто-то на него попал, может он никогда больше меня слушать не будет. И я уверен, что он уже прежним не останется, это много будет для человека открыто. Ну а мы с вами конечно же вот этот слайдик обязательно переделаю, тут передвину, мы с вами начнем там первую пару рассматривать, это Жена и Дракон, вторую пару связки можно рассматривать, это здесь уже будет только Маслины наверху, как раз в связке с Зверем, уже Пророком очень хорошая связка получится. Ну и по пару это Зверь и Блудница, имя которой Вавилон. Вот такие три пары, ну естественно об ангелах поговорим отдельно, ну а вот тут у нас видите, все по парам получается, я буду как-то, может быть, вот именно, чтобы показать эти пары сначала рассматривать, потом каждого в отдельности, может быть, будет, просто в отдельности хочется, чтобы ради ранжировки, чтобы где-то они ролики выходили, страницы в сайте попадались, на самом деле, как видите, их, конечно, без пары рассматривать, понять, кто такая женщина, без дракона просто невозможно, да, же Пророк, без тоже, действительно, маслин тоже будет не совсем понятно, да, где же Антипод, где добро, где борьба, добра со злом, мы со светом, это очень важно, вот так вот, ну, поэтому всех подписываю, призываю, в конце этого видео, естественно, подписаться на мой канал, под названием Христолюб, пробуйте его пищу в пустыне вегана, да и на канал Христолюб Веган в чтении библийных писаний, и на канал Христолюб Веган, просто самый основной мой канал, и здесь вы найдете в разделе Апокалипсис, Откровение Иоанна Богослова в последних временах найдете все плейлисты, по этой теме, я их разделил, но самый важный, наверное, плейлист, это самый первый, последний временах, где я собираюсь в сети ролики, а в другие плейлисты, по сути, надо дублировать, уже чтобы немножко по папочкам разложить на разные темы, есть о Тысячелетнем Царстве, о Втором Пришествии отдельно, о Суде отдельно, о Восхищении отдельно, об Антихристе и его Царстве отдельно, дальше так и будут продолжать, ну, и здесь сразу у меня добавлено, как видите, книга Откровений, Фессалоникийцам, посланий Даниила, все тоже очень важно, смотрите, назидайтесь, изучайте, погружайтесь, неведение порождает страх, а знание дает мир душе. На этом у меня все, не забывайте поставить лайк, кому понравилось это видео, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, чтобы приходило вам уведомление, пишите комментарии, задавайте вопросы, я на все отвечаю всегда, если вопрос достойен даже видео-ответа, я считаю, я и видео-ответа отвечаю, вот, можете писать в комментариях или в личку, куда угодно, можете выходить на контакт, общаться по скайпу, где угодно, я всем доступен, ну, и обязательно поделитесь этим роликом у себя на своих ресурсах, в личных сообщениях с кем-то, с кем считай это нужно, распространяйте правду, истину, если желаете блага своему окружению, я с вами на этом прощаюсь, всех крепко обнимаю, нежно целую по-братски, до встречи во всех моих будущих видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok